всем привет спасибо что пришли сегодня мы будем говорить о моделях анархической экономики мы рассмотрим одну модель очень подробно и еще две которые даже скорее не модели концепции менее подробно потому что они сами по себе менее продуманы на настоящий момент по крайней мере вот и начнем мы с ценностей которые должна как бы включать в себя анархическая экономика я напомню что мы на третьем на третье встречи школы обсуждали уже критику капитализма поэтому мы не будем особо затрагивать ее сегодня возможно мы будем когда-то упоминать какие-то отрицательные стороны капитализма когда будем говорить о том как эти проблемы решаются в анархических моделях экономики вот но подробно разбирать капитализм мы не будем так что если что можете на ютубе посмотреть занятия если пропустили вот значит что нам нужно знать об анархической экономики какой она должна быть к чему она должна стремиться естественно первый пункт это равное распределение власти между всеми участниками как бы общество сам сама основа анархизма это про равное распределение власти между всеми чтобы не было иерархии и конечно в экономике это должно выполняться не должно оказываться так что у кого-то больше ресурсов намного больше ресурсов больше власти и так далее второй пункт это экономика которая не настраивает людей друг против друга и поощряет солидарность и кооперацию нужно понимать что экономика это не просто как бы обмен товаров и услуг или я не знаю покупка чего-то продажи чего-то и зарабатывание денег экономика это основа которая очень сильно определяет наши отношения друг с другом и с миром в том числе и и если на данный момент капитализм до экономика которая существует сейчас поощряет конкуренцию и соперничество между людьми анархизм стремится иметь такую экономику которая наоборот поощряет солидарность и копия кооперацию сотрудничество между людьми то есть той соревновательности которую мы видим сейчас в анархистской экономике существовать не должно и не будет дальше третий пункт это участие в принятии решений пропорционально влиянию результаты решений на субъекта то есть экономика это в том числе принятие решений о том как что мы будем производить как мы будем тратить ресурсы куда мы будем там вкладывать наши ресурсы как мы будем распределять их между участниками какого-то кооператива или группы то есть мы постоянно принимаем какие-то решения и этот пункт важен потому что он говорит о том что насколько результат этого решения влияет на человека который принимает решение настолько они должны иметь голос в этом решении например если вы у вас есть рабочее место да и вы решаете там поставить фотографию ваших родных это лично ваше рабочее место эта фотография никак скорее всего не будет влиять на ваших сотрудников и коллег и вы имеете право единогласно просто принять это решение сказать вот я ставлю фотографию все супер никто как бы не в обиде вы совершенно спокойно можете сами единогласно принять это решение но если вдруг вы решаете что хотите принести я не знаю колонку с собой и играть музыку вашу любимую на рабочем месте результаты этого решения уже затрагивают ваших коллег и ваших сотрудников которые находятся с вами в одной комнате и пытаются работать и поэтому их голос тоже должен учитываться в принятии этого решения также и в экономике анархической если например люди в определенном районе города собираются открыть публичный парк все кто потенциально может пользоваться этим парком должны принимать решение в том давать на это средства ли не давать как бы ресурсы распределять на парк или нет и сколько и последний принцип это экономика которая вознаграждает усилия убытки и потребности когда мы говорим о вознаграждении мы имеем ввиду вознаграждение труда или оплату труда но оплата возможно немножко запутывающее слово может быть потому что во многих анархических экономиках деньги как бы не убираются из экономического процесса или заменяются чем-то другим о чем будем говорить дальше да но то есть каждый труд ну то есть потребление и будет регулироваться через то как вы работаете в некоторых моделях в некоторых моделях потребление регулируется только через потребности то есть вот что вам нужно вы просто берете откуда что есть мест где можно брать кто что хочет и все но например по тех партиципативной экономики которую мы будем обсуждать потребление также вознаграждается точнее работа вознаграждается основываясь на усилиях которые вы в нее вложили и убытки которые вы понесли под убытками понимается как ну типа физические силы какие-то или возможно угроза для здоровья например как работа в шахтах или на каком-то риск рис рисковом производстве в котором есть высокие риски для здоровья вот и вознаграждение будет назначаться в соответствии с этим что тут важно упомянуть вот эти усилия вложенные это не всегда например время просто которое вы вложили в какую-то работу потому что например люди которые с меньшими физическими данными например менее сильные менее выносливые на какую-то физическую работу могут затрачивать больше времени чем люди с более лучшими физическими данными то есть усилия могут оцениваться более субъективно более индивидуалистически и это как бы показывает что это достаточно такие гибкие цели которые присущи анархической экономики и они могут подстраиваться под разные разные сообщества и помня эти ценности мы их держим в голове и мы наверно приступим к нашей первой модели кооперативной экономики или participatory economics на английском вот я передаю словом и я хочу тоже сделать отдельную оговорку то что я сейчас буду презентовать идеи которые были изложены в одной книге и потому что стоит отметить что почему например тоже для анархистов например часто легко критиковать да там капитализм и говорить почему как бы почему нужно по-другому но на самом деле в мире есть скажем так спрос или недостаток вообще экономических анархических идей именно таких очень хорошо проработанных и проработанных как бы с ну с такой точностью в том числе с экономической позиции да типа не просто что с такой гуманистической позиции что все просто будет всем дано и мы все будем рады вот и всех будет все достатке то есть как бы не на декоративном таком принципе а именно таком доказательном скажем так или с используем каких-то экономических моделей вот и на самом деле нету ну даже в западном мире чего-то что называется действительно какой-то такой полностью такое всеобъемлющие анархической экономикой поэтому то что я предлагаю как бы сейчас обсудить потому что это просто ну я это предлагаю почему мне эта книга показалась важной для того чтобы ее предложить как бы для ну представления и возможно обсуждения после последствий потому что несмотря на то что автор ее не называете анархистом то есть я думаю что скорее всего он относится каким-то не авторитарным левом его зовут роберт ханнель и этот человек он очень давно есть то есть вот эта книга которую я буду презентовать она 12 года но у него очень много публикаций на одну и ту же тему то есть он постоянно работает вот с этой то что называется либо противопотивная экономика ну я здесь перевела ее как кооперативная потом объясню почему и он ее исследует очень давно и как бы в его книге как я понимаю на другие его работы было очень много там какой-то критики и он своей вот этой окончательной до такой книги он предлагает как бы ответы на какие-то аргументы возражения своих критиков вот и как бы ну мне показалось это такое достаточно ну долгой и работы работы работой который она проделал и при этом она как бы типа всеобъемлюще смотрит на какие-то процессы производства потребления вот и я потом упомяну почему это как бы может ну и он там тоже говорит что некоторым анархистам например не нравится его модель они его критикуют там поэтому и поэтому и поэтому но при этом за и ну за неимением лучшие модели которые вот эти критики анархисты предлагают именно вот в такой очень детальной детально таком представлении мы представим эту потому что в принципе мне кажется на 95 процентов она как минимум моему взгляду на возможную структуру она соответствует и при этом она предлагает какие-то новые ну в том числе для меня модель или взгляд на процессы которые как это может все быть организовано почему ну что вообще такое партисипативное по-русски звучит супер странно это слово и мне кажется она не очень приживется ну вообще что такое партисипативный это что-то что описывает массовое индивидуальное участие то есть это именно массовое именно индивидуальное то есть имеется ввиду что не какие-то представители решают там до централизованно планово а именно каждый человек решает за себя индивидуально и то есть есть какая-то коллективность в этом потому что мы не можем закрыть экономику только на себе мы обязаны с кем-то обмениваться мы обязаны с кем-то работать чтобы что-то производить вот но при этом И при этом мы можем, опять же, да, мы должны понимать, что, как бы, Ханнель это человек из Америки, и, скорее всего, многие его аргументы написаны таким языком, чтобы убедить очень индивидуалистическое американское общество в том, что вот эта экономика, которая вам предлагает еще и, как бы, немного коллективности, она, ну, не совсем, то есть он постоянно отсылает то, что это не СССР, это не большевизм, да, то есть он, как бы, постоянно пытается немного так отмыть. Я думаю, что это тоже продукт его контекста, где любые идеи, которые, ну, такой солидарности, социализма, коллективизма какого-то, воспринимаются уже сразу просто в штыки, как просто какой-то красный большевизм и террор, вот, ну, поэтому, как бы, можно делать скидку на это. Поэтому, мне кажется, что кооперативная сюда тоже подходит, это тоже есть словаре, ну, как бы, для удобства я просто буду ее использовать, такое название. Что вообще такое, то есть, как бы, он начинает в своей книге изначально вообще говорить о том, что для того, чтобы нам что-то построить или предложить, нужно понять, что такое экономика, да, и в упрощенном очень виде это система того, как мы организовываем производство, как мы организовываем потребление и что мы делаем с отходами, да. И вот он говорит, что, как бы, любая экономика, анархистская, капиталистическая, любая, должна отвечать на следующие вопросы. Кто что делает, да, что он получает взамен или как вознаграждается усилие человека, как делается выбор между, то есть, что мы производим, лучше это или лучше то, производим, там, выращиваем картошку или лучше бананы, да. То есть, как мы делаем вот этот выбор, как распределяются между различными предприятиями производственные ресурсы, включая в том числе виды труда или, там, конкретных рабочих с конкретными навыками, умениями, профессиями и так далее. И как распределяются между потребителями произведенные товары и услуги. И вот, что вкратце предлагает Ханнель, да, то есть, ну, точнее, предлагает он, как, он не единственный представитель вот этой теории, да, то есть, он, как бы, просто ее описывает. То есть, в первую очередь, как бы, какие обязанности мы выполняем, решает по, как бы, по его книге. Любой человек сам выбирает, где он хочет работать, на кого он хочет выучиться, хочет ли он сменить профессию и так далее. Но при этом очень важная оговорка делается о том, что люди должны заниматься сбалансированным трудом, о котором чуть-чуть позже еще расскажет моя товарищка. То есть, вкратце, это то, что должна быть какая-то комбинация приятных, самореализующих, каких-то, ну, не знаю, каких-то очень развивающих интеллектуально или физически, как бы, процессов или обязанностей. И каких-то вещей, которые рутинные, никому не хочется делать, может быть, там, грязные и так далее. То есть, он, ну, скажем так, отрицает вот это разделение на то, что, там, должны быть какие-то белые воротнички, там, дворники и прочее. Как вознаграждается труд людей? В этом случае он рассматривает четыре разных подхода к этому, в том числе, как это делается, там, при капитализме, при феодализме и так далее. Что, там, мы можем награждать людей за то, какими они капиталом обладают, да, что если я, там, открыл предприятие, значит, мой труд, я могу, там, собирать все вершки. Либо, как сейчас это принято в либеральной системе, это вознаграждение за так называемый человеческий капитал. Капитал – это то, как, ну, какой у тебя физиология, да, если ты, там, например, физически работаешь, какой у тебя IQ, какой, ну, то есть, как у тебя есть какие-то способности, например, запоминать, либо, например, у тебя рассеянное внимание, и ты не можешь учиться так быстро, как, то есть, у каждого человека есть какой-то набор, ну, каких-то специфических, там, характеристик, которые ему помогают осваивать или делать что-то. И вот, ну, сейчас, как бы, часто говорится о том, что, вот, ну, вот, там, или, там, вот, там, доктор выучился, там, в семь лет учится, поэтому ему нужно платить больше, чем, там, дворнику, который, типа, нигде не учился, и все. Ну, и, как бы, есть еще одна, да, вот это то, которую проповедуют анархисты, достаточно декларативно, это всем по потребностям, то есть, мы не рассматриваем вообще никаких, никаких, то есть, просто любые люди могут брать все, что им нужно до тех пор, пока оно есть, ну, и, соответственно, предполагается, что, если это будет заканчиваться, то людям будет вынуждено это сделать, да, произвести, чтобы им опять можно было это взять, то есть, они, как бы, зависимы друг от друга и зависимы от своих же потребительских выборов. И Ханнель говорит о том, что он не против, как бы, системы, где награждается по потребностям, но он говорит, что, поскольку нету такого, что мы просто перелетим на космическом, как бы, корабле из капитализма и станем, там, жить при анархии, скорее всего, людям понадобится какое-то время для того, что развить вот это чувство солидарности друг с другом и перестать мерить, как бы, а кто больше делает, да, а кто больше вкладывается, и поэтому он предлагает, ну, и вот эта система партиципативная предлагает оценивать, как бы, и потребность, и усердие человека, то есть, там называется не количество времени, не то, какое он там учился, а именно усердие, или там называется, ну, как effort, усилие, старание, усердие, да, то есть, то, как человек работает, с каким он рвением это делает, и, ну, насколько он, как бы, старается, и насколько ему это нравится, и поэтому вот эти, то есть, его будет вознаграждать согласно, как бы, его вот этому усердию, которое он вложил, независимо от профессии, таланта, каких-то, типа, обучений и так далее, и со временем он говорит, что если какое-то общество будет развиваться настолько быстро, что вот это доверие к тому, что мы можем позволить друг другу уже, как бы, не считать какие-то там, а кто сколько вложил, потому что солидарность, она базируется на доверии, да, к людям и каком-то чувстве сопричастности, то мы можем перейти очень быстро просто к работе, к вознаграждению по потребностям. Как делается выбор между альтернативными способами производства? В данном случае упрощенно сравниваются предложения разных рабочих советов, о которых я чуть-чуть больше, чуть позже скажу. Они, как бы, ежегодно выкатывают какие-то предложения по производству, и мы их сравниваем на основании какого-то рейтинга, который тоже, я объясню, как он формируется, который отражает, как бы, соотношение общественных выгод и общественный затрат от конкретного предложения. И вот эти все предложения будут, как бы, на основании этого рейтинга, это будет очень простой рейтинг, это, типа, цифра 1 или, там, 1,02, 1, ну, или 0,9, да, то есть мы будем, это не будут какие-то, типа, цифры, которые непонятны никому, они будут, как бы, в очень упрощенном виде показывать просто какую-то, типа, оценку этого предложения согласно экономическим формулам. Вот. И, соответственно, выбор между альтернативными способами будет производиться именно в пользу тех, которые более выгодны для общества и менее затратны для общества. Как распределяться между предприятиями будут производственные ресурсы? В экономике кооперативной ресурсы принадлежат обществу, то есть они не национализированы, они какому-то государству принадлежат, они, ну, можно сказать, социализированы, то есть они принадлежат всем, и когда мы говорим про рабочие советы, которые берут на себя конкретные задачи или, там, говорят, что вот мы произведем, предлагаем, там, вырастить вот столько авокадо, их поддерживают и им предлагают пользовательские права на конкретные ресурсы, да, то есть на какое-то время под конкретный проект, то есть это значит, что они не владеют заводом, не владеют плантацией, не владеют людьми, которые там работают, и в любой момент, в принципе, если это предприятие окажется там убыточно, люди решат его закрыть, все эти ресурсы останутся в возможности использовать теми, кто будет более эффективно что-то делать. Как будут распределены между потребительными товары и услуги? Ханель говорит, что часть услуг в партиципативной экономике, она бесплатна, это, а именно, это обычно вот эти общественные блага, то есть школы, больницы, библиотеки и прочее, прочее. То есть, в принципе, для, как бы, для белорусов то, что он пишет, очень многое, оно, как бы, уже есть как продукт советской системы, сейчас оно уже, как бы, вырождается, становится все более и более коммерциализированным, но для американцев это, как бы, что-то шок какой-то, да, потому что, ну, там государственных или таких общественных услуг очень мало, а все остальное, то есть какие-то индивидуальные потребности будут заказываться конкретным человеком для себя или конкретным домохозяйством для себя раз в год. Как это будет делаться, я чуть-чуть позже объясню. Что важно здесь отметить? Ну, базово, да, это вот цели, которые он считает очень важными. Здесь, в принципе, мне кажется, стоит отметить только самое важное, это то, что он говорит о разнообразии экономических стилей жизни, и это важно, потому что очень часто считается, что в каких-то экономиках, которые, ну, либо восхваляют труд как что-то, ну, что вот все должны будут трудиться, и только там тем, кто трудится лучше, там, как стахановца будем там, значит, мы их боготворить, героизировать, а остальных порицать, не знаю, как в СССР ловить тунеядцев и так далее, то есть как бы делать изгоями тех, кто не хочет работать или делать усердие. И Ханли говорит, что нет никакого наказания или нет никакого порицания за то, что ты хочешь быть менее усердным, за то, что ты хочешь просто потреблять меньше и не работать больше, и это не должно быть для тебя, ну, то есть кто-то может вообще как бы каким-то эскапизмом заниматься и как бы выходить из этой системы обмена и заниматься как бы своим, ну, там, типа, например, лежить в лесу там и прочее, вот, и то есть как бы вот это разнообразие экономических стилей жизни, оно, ну, скажем так, позволяет людям, потому что он, почему он говорит, что нам важно разнообразие, потому что у нас у каждого одна жизнь, да, и мы за свою жизнь, скорее всего, можем прожить ее, но только одним путем. И если бы все люди жили свою жизнь, ну, там, жизнь только одним путем, мы говорили, что только один путь правильный, мы бы никогда не узнали, если бы мы запрещали разным меньшинствам, индивидуумам, которые хотят автономно что-то делать, какие-то эксперименты, мы бы никогда не развились как общество, потому что, ну, и вот это разнообразие, оно здоровское, да, что если мы увидим, что где-то кто-то живет по-другому, и это получается, мы можем это использовать, и вот как бы в этом он видит богатство этой системы в том числе. Повторюсь или так, просто объясню еще, что мы понимаем, потому что, ну, как я сказала, что книга написана достаточно экономическим языком, то есть для некоторых, может быть, ну, не всегда понятны какие-то вещи, я буду их разъяснять. То есть что такое средство производства? Природные ресурсы, то есть пахотные земли, леса, воды ископаемые, разные услуги, экосистемные, ну, то есть это, например, кто не знает, что такое экосистемные услуги, это, например, сейчас вот есть в воде рыба, и мы ее ловим, это как бы услуга, которую нам оказывает экосистема. Экосистема – это, ну, вот эта рыба, которая плавает, там, вода, всякие микробы и прочее. Это здание, помещение заводов, это станки оборудования, и это умение и навыки разных людей, то есть умение управлять машинами, умение программировать что-то, умение работать на компьютере, умение копать, ну, то есть это что-то. То есть получается, это природный, природный, произведенный, ну, что-то, какие-то товары и человеческий капитал, а также он, что он говорит, это очень важно, это знание о том, которое накоплено поколениями, о том, как мы работаем, как мы производим. Ну, то есть, и он очень, в том, что, типа, при капитализме очень часто это все патентуется, это все запрещается, это не разглашается, и как бы, несмотря на то, что капиталисты тоже пользуются, как бы, знаниями, которые были накоплены поколениями, и потом они просто их держат в каком-то секрете, для общества это минус. И поэтому Ханли говорит о том, что вот эти знания, они будут включаться в средства производства, то есть никто ими не владеет, они принадлежат обществу, и мы можем выделять пользовательские права на части конкретных средств производства, чтобы какие-то люди ими воспользовались. Что такое потребление? Это тоже мы, когда мы говорим потребитель, мы часто думаем про человека, который идет в магазин или там смотрит кино, да. Это не только товары и услуги, но это также публичное пространство, дороги, мосты, не знаю, школы, порты, библиотеки, больницы, национальные парки, леса, ну он там говорит, например, даже какая-то форма, какая-то служба обороны, общество это тоже услуга, которую как бы мы потребляем. И об этом тоже важно понимать, что как бы Ханнель видит нас не просто потребителями еды, да, или там игр компьютерных, а всего, и что эти как бы услуги, ну кем-то предоставляются, кем-то как бы производятся, и часть из них, как я уже сказала, бесплатные для общества, а часть из них выдаются, позже расскажу как, ну в качестве вознаграждения за участие вот в этой экономике. Как организовано производство и потребление? Ханнель говорит о том, что общество будет в принципе разделено, но это как бы, что значит разделено? Это не значит, что это будут отдельные люди друг от друга, это как бы те же люди, ну если они работают, да, то есть с одной стороны люди объединены в рабочие советы, что такое рабочий совет? Это на конкретном предприятии есть коллектив трудовой, да, ну если так можно сказать, который принимает решения относительно того, что они хотят производить, как они организовывают свой труд, какие они предложения предлагают обществе, и какие они там, например, средства производства хотят использовать. Вот они ежегодно подают свой план, на следующий год предлагают обществу, чтобы оно одобрило. Что такое потребительские советы? Это те же люди, ну условно, просто когда они дома, они потребляют что-то, да, когда они не производят. И это каждый житель общины, ну и там говорится про соседскую общину, потом квартальную, там городскую, районную, прочее, 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 то есть вверх как бы все это растет, но мы начинаем всегда с самого нижнего уровня, почему это именно партиципативное, то есть массовое индивидуальное участие. Для Ханнеля важно и для, ну как бы, приверженцев этой теории, чтобы люди на этом уровне были как раз таки теми, кто будет решать, что они хотят, ну то есть это не, несмотря на то, что это плановая экономика, но она не централизованная, то есть она индивидуализирована до самого низшего уровня. Как она работает, чтобы это все устаканить, тоже чуть-чуть позже расскажу. Ну, как бы базово это, то есть они подают план, ну условно, со своего телефона, я пишу, что я буду есть, ну как бы на следующий год. Кажется странно, да, потому что как вы, откуда вы будете знать, что вы будете есть в следующем году, да, но я думаю, что объясним чуть-чуть позже, как это будет делаться. Вознаграждение за труд уже немножко затрагивались, затрагивался в первой части. Как я сказала, что важно для партиципативной экономики учитывать старания и потребности, и то, и то, то есть не исключительно одно или другое, и что усердие важнее человеческого капитала. То есть Ханель очень долго, он объясняет, если вам будет интересно, вы можете почитать, как бы его аргументы насчет того, почему не стоит брать человеческий капитал, то, что я объясняла, да, там, образование, там, твой IQ, какие-то твои способности, потому что зачастую это вещи, которые нам либо даны, там, природно, либо у нас, как бы, есть предрасположенность их развить. И это абсолютно не значит, что если там все люди поступили на филфак, что после этого все, как бы, одинаковой мере будут знать вот так язык. Очень часто это зависит либо от их возможностей, или и от их возможностей, и от старания, усердия, которые они проявляют во время учебы, ну, и это тоже распространяется на работу. То есть некоторые люди, как бы, ну, там, им ок просто, не знаю, все время где-то на каких-то задних ролях, там, например, что-то, типа, делать не сильно сложное, и это тоже нормально. Как я говорила, никто за это, как бы, презирать не будет. Какие-то люди будут более усердно, не знаю, будут видеть в этом какую-то свою самореализацию, будут использовать свои, там, какие-то навыки, и это усердие должно поощряться. То есть потому что Ханнель говорит, что поскольку он ставит целью экономическую справедливость, а справедливость обычно для людей означает понимание, что меня оценивают как бы честно, да, то есть что я делаю, если люди в какой-то момент поймут, что нас всех оценивают одинаково, и там, ну, как бы, все учились в школе, да, и, типа, было неприятно часто, когда кому-то ставят, не знаю, десятку, когда вы знаете, что человек просто пришел там, как бы, не знаю, ля-ля-ля, да, за красивые глаза, типа такого, и это чувствуется как несправедливость. И Ханнель говорит, что если такое будет в обществе, где все будет просто уравнительно говорить, ну, все хорошо справились, победила дружба, типа, да, там, как бы, то это будет восприниматься как несправедливость, и люди не будут в этом участвовать, ну, то есть, как минимум, поначалу, вот, когда люди будут, ну, скажем так, при, к себе, ну, еще привыкать, да, типа, насколько, и смотреть, насколько они, как бы, скажем так, вникают, вкладываются, да, в это предприятие. И что, как бы, предлагается тогда как, да, то есть хочу заметить, что у Ханнеля нет ни одного слова деньги в его книге, и поэтому я делаю вывод, ну, то есть, я надеюсь, я поняла правильно, да, потому что я делаю вывод, что конкретных зарплат там не будет, потому что, что Ханнель предлагает, это, что на каждом предприятии будет какой-то комитет, ну, состоящий, условно, из пяти там человек, который будет ротироваться на этой, на этих позициях, из самих же рабочих, то есть это не какие-то там директора, не какой-то, типа, аудитор, который внешне приехал и говорит там, ну, вот, ты хорошо работаешь, ты плохо, они формируют такой комитет по оценке рейтинга, рейтинга усердия, ну, он так это называет, рейтинг старания. И у каждого рабочего, ну, как бы, сотрудника есть какой-то рейтинг старания, который выставляют ему его же коллеги. И это все очень прозрачно, то есть это не какой-то анонимный орган, который за спиной, или там, например, ну, как бы, Ханнель говорит, что часто там критикуют за то, что будет какой-то фаворитизм, что люди будут друзьям своим выставлять хорошие оценки, там, или наоборот, кого там ненавидят они там и так далее. Но с другой стороны, он говорит, что, как бы, если это будет ротироваться, опять же, если люди сами, ну, фактически, как бы мы, когда мы говорим про то, что что-то может быть проблемным, это означает, что как будто проблему нельзя решить, но нет, мы можем решить, потому что люди будут сами, как бы, вот этот процесс будет решаться самими же рабочими. То есть это они, как бы, будут определять, каким образом этот рейтинг составляется, какой он будет по высоте, что будет учитываться. То есть на каждом предприятии может быть очень разное, по-разному учитываться усердие. И это будут сами люди решать и говорить, и соглашаться, да, вот такая наша процедура. И поэтому будет странно, если какой-то человек потом скажет, а нет, как бы, мой там усердие было там плохо оценено, хотя Ханнель предполагает, что такое тоже может быть, и это ок. Просто тогда ты, ну, инициируешь процедуру переобсуждения и говоришь, что, ну, я себя чувствую, как бы, несправедливо, со мной там обошлись плохо, да, как бы. И это будет в интересах предприятия. Сохранить работников, если действительно оценено несправедливо, потому что, ну, сложно перевести, да, какие-то абстрактные вещи в цифру, да. И, конечно, цифры могут лгать, цифры могут ошибаться, и поэтому очень важно иметь, как бы, такой вот способ их, как бы, обжаловать, ну, скажем так, или доказать, что на самом деле, ну, типа, ты... И опять же, что здесь очень важно тоже отметить, что это тоже очень похоже, он там приводит пример, как бы, со школьными оценками, что, как бы, часто говорят, что, ну, невозможно будет эти усердия оценить, никак, как мы вот это оценим, да. А на самом деле, ну, типа, как бы он говорит, что даже, ну, вы сами, даже вот в капиталистическом обществе, вы прекрасно понимаете, вот вспомните свою работу, вы примерно понимаете, кто, как бы, усердно работает и, как бы, а кто, ну, типа, просто там присутствует, не знаю, как бы, получает зарплату за зарплату. Это нам, как бы, ощущается, и поэтому Ханнель говорит, что это будет легко сделать, как бы, даже на интуитивном уровне. А второй момент – это то, что он, ну, приводит пример учителей, которые тоже, например, можно ставить, когда мы говорим, как можно оценки выставлять, да, ученикам, можно выставлять оценки всем под гребенку, типа, даем один и тот же тест всем, и всем просто ставим, там, 50%, 100% выполнен, и все, мы не учитываем вообще никак их вовлеченность, мы просто оцениваем их, как бы, результат. И, но, есть и другой подход, да, который используют, там, прогрессивные учителя, которые говорят, этот ребенок, учитывая объемы знаний, которыми он пришел в этот класс, да, или приступил к изучению предмета, учитывая его, там, способности, да, там, как бы, возможности и прочее, какую оценку для этого конкретного ученика мы можем поставить. То есть мы его не сравниваем с другими, а сравниваем его с ним. Ну, типа, как он, где он был на, как бы, полгода назад, знал ли он, там, цифры, и сейчас. И если мы знаем, что этот ребенок из, там, плохой семьи, да, где, типа, родители пьют, он не может учить уроки, да, то есть глупо ставить ему, там, два, потому что, потому что он неусердный, да, потому, как бы, мы понимаем, что он, ему могут другие, как бы, возможности мешать, тогда, как у других людей есть, как бы, другие, как будто бы, вступительные, ну, вот, базовые вводные данные. И он говорит, что это, как бы, можно делать для любого человека, понимая, и особенно, если мы общаемся с людьми, работаем с ними, мы знаем, какая у них ситуация в семье, мы знаем, что они могут быть, не знаю, там, в депрессии, могут плохо, как бы, продуктивны быть, они могут быть, не знаю, там, наоборот, в каком-то супермолодом возрасте, где им все хочется и так далее. То есть каждого человека, в принципе, можно оценить по утверждению автора. Что касается, то есть вот это, как бы, будет вознаграждение. Что такое вознаграждение, да? И поскольку мы не говорим про деньги, значит, мы говорим о том, что вот этот рейтинг усердия будет влиять на количество или на объем потребительских прав, которые вам предоставляются. Об этом чуть-чуть позже. Но есть же, конечно же, люди, которые не работают, правильно? Они могут учиться, они могут просто иметь детей, например, или они могут быть старыми и прочее. Ханли говорит, что на уровне всего общества, как референдум, будет решаться, какие категории людей будут получать пособия, то есть какой-то базовый нормированный рейтинг условно, который позволит им делать вот этот заказ ежегодный на еду какую-то, ну или там на услуги, несмотря на то, что часть вещей уже будет бесплатно, да, то есть, как я сказала, там доступ к медицине, к условно-общественным благам будет бесплатным, и им как бы нужно будет просто какое-то базовое пособие на то, чтобы заказывать еду, там, какие-то личные вещи и прочее. И если, например, какое-то конкретное общество, ну там община, да, решит, что окей, а мы хотим, чтобы и даже те, кто не хочет работать, ну вообще не хочет, ну не то, что не может, мы хотим, чтобы у них тоже была такая возможность. И если они как бы принимают это решение, это значит, что просто они выделяют пособие, но это значит, что как бы они из своих рейтингов, усердия, как бы этому человеку формируют это пособие. То есть, и поэтому Ханнольд говорит, что когда меня критикуют анархисты за то, что ты там типа меряешь людей там, что рейтинги, вот это все, что все должны как будто работать, а при анархизме же не обязательно, да, ну то есть нельзя принуждать никого. Он говорит, пожалуйста, ну у вас будет как бы собственная община, и вы можете там вообще как бы принять решение, что у вас там на пособие хоть любой, но это значит тогда, что другие люди должны будут его содержать, и они должны быть согласны с этим. И в принципе, как бы если вы это решите, пожалуйста, ну типа никто не будет, ну никто не сможет вас остановить, потому что есть вот это вот массовое индивидуальное участие, когда типа прямая как бы демократия, все решает. Да, и как я сказала, нету принуждения к одинаково сильной вовлеченности, не хочешь быть усердным, пожалуйста. Это просто тебе означает, что у тебя как бы меньшая условная, как мы сейчас называем, покупательская способность, но это как бы объем твоих прав потребительских ограничивает. Я не сказала немного про потребление, да, то есть как выглядит подача вот этого плана. Понятно, что первый самый план, наверное, будет сделать наиболее сложно, ну потому что мы должны будем продумать каким-то образом, что мы хотим есть, что мы обычно делаем, но это типа возможно сделать, я думаю, если вы хоть раз ввели какую-то программу или приложение по учету ваших расходов, да, как бы, которое там разбивает на разные категории, и вы видите, на что там вы условно тратите деньги, некоторые люди ведут чуть ли там не там сладости, алкоголь, типа еще что-то, да, там, как бы, ну, лично для меня, типа становится через месяц-два понятно, на что в основном уходят мои деньги и что я в основном ем, ну, как бы, если мы говорим про еду. И поэтому он говорит о том, что, понятно, не стоит ожидать, что люди будут там сидеть и раздумывать реально, поставить ли им там 50 авокадо или 100, ну, или что-то в этом роде, как бы он говорит, что я типа сам суперленивый, я скорее всего буду человеком, который будет постоянно пропускать уведомления, что мне нужно подать этот план, да, как бы, и скорее всего я просто типа передам, ну, то есть я когда там срок уведомления закончится, это значит, что мой предыдущий план, то есть все, что я потребила за прошлый год, просто перенесется на следующий и типа мне будет ок, потому что, ну, и он говорит, что можно это сделать вообще в формате каких-то типа карт, на которые, ну, которыми человек типа везде как бы пробивает их каждый раз, когда он что-то потребляет или покупает или ходит в кино, и как бы у него в конце года, ну, типа выдает Excel, ну, что он делал, что он съел как бы и по прям позициям, и он может отредактировать это, либо просто как бы перезагрузить, то есть он говорит, ну, поскольку там в Америке, да, и здесь в Польше, кстати, тоже уже подача налоговых деклараций, она как бы на человеке тоже частично повешена, да, то есть, например, там работнику выплачивают как бы все деньги, он потом должен типа выплатить налоги сам и посчитать эту декларацию, то есть там у каждого человека, у каждого американца, не знаю, занимает это там два часа в год, подать вот эту вот типа декларацию, он говорит, что это не должно быть дольше, чем вот такое, и опять же, когда мы говорим, что ты подаешь план, это не значит, что у тебя закончился хлеб там в декабре, да, там, ну, весь хлеб, который ты подал, и все, и нельзя, как бы ты голодаешь. Нет, он говорит, что, например, можно на этой карте предусмотреть такую опцию, что когда ты там начинаешь превышать или там подходить к 20% запасу конкретного услуги или товара, который ты хотел, ну, как бы, что она заканчивается, тебе может показать уведомление и предложить, хотите ли вы, как бы, изменить, да, показатель, например, по хлебу, что, ну, чтобы вам хватило до конца года, и тогда типа человек изменяет, может изменять какие-то конкретные показания, которые уходят, как это вообще, куда, да, они уходят, то есть каждый человек, во-первых, лично это делает, ну, либо от квартиры, например, да, как они говорят, от домохозяйства, от семьи, например, и, как бы, ты делаешь вот этот заказ, и он уходит, как бы, вот в соседский совет. Соседский совет там агрегирует все это, ну, как бы, делает коллективным этот заказ и использует его как, типа, сформированное предложение, как бы, по нашему совету. Что, когда я говорила про федерации и более высокие уровни потребительских советов, это не для того, чтобы туда, как бы, это посылать и чтобы нам опрувили там все, можно ли нам столько хлеба съесть, или вы слишком много, это не для этого. Федерации существуют для того, чтобы делать планы по поводу общественных благ. То есть, если мы понимаем, что нам нужна детская площадка, и вот, как говорила уже раньше моя докладчица, что, как бы, люди имеют власть принятия решений на том уровне, в котором они ему подвержены последствиям, да, если мы живем, у нас один дом, и мы решаем сделать детскую площадку, значит, это только на уровне наших соседей, и просто, как бы, отминусовывается вот из этого рейтинга чуть-чуть, ну, то есть, нам, мы, как бы, меньше еды заказываем, а заказываем, как бы, на всех разделяется, или на всех мам, ну, то есть, тоже можно решить, да, у кого есть дети, например, кто конкретно пользователь. Если мы говорим про какую-то дорогу, которая проходит там через сразу три квартала, значит, вот тогда нам нужно на вот эти вот высокие уровни послать представителя, то есть, уже там не мы лично, да, как бы, голосуем, а мы шлем кого-то, где, типа, люди обсуждают, но обсуждают, они дают не свое мнение, как они считают правильным, а несут туда, как бы, предложение от своей, от своего сообщества, могут возвращаться, как бы, с решением каким-то, ну, типа, с предложением решить, и если, ну, как бы, и Ханлик говорит, что какие-то вещи, которые будут предполагать реальную необходимость, ну, прямо, чтобы каждый высказался, можно решать после всех обсуждений, то есть, потому что, ну, обсуждение гарантирует информированность людей, то есть, этот представитель, он, как бы, едет, обсуждает, приносит информацию обратно, опять едет что-то там договорить, ну, вот, примерно, как сейчас пытаются Путин и Зеленский договориться, да, и вот они без конца эти раунды переговоров и прочее, то есть, они, как бы, не принимают там решения, они просто, ну, типа, что-то обсуждают и несут обратно, что другой сказал, да, и, как бы, ага, мы на это вот это скажем, но тут они, как бы, соперники, а мы говорим про, как бы, общество, в котором мы захотим договориться, и мы не будем соперничать с друг с другом в этом, например, в строительстве дороги, это будет странно, вот, и он говорит, что какие-то вещи можно решать на референдуме, ну, то есть, типа, что вот эти вот обсуждения будут, но потом мы вместо того, чтобы на федерации принять решение, мы принимаем решение, там, проголосовав на телефоне и, как бы, решив вот это. Еще был вопрос о том, что есть же люди, например, с особыми потребностями, например, да, то есть, есть люди, которым, ну, там, усердие усердием, но у некоторых людей, там, не знаю, четыре ребенка и, как бы, ну, типа, да, на этого ребенка там какое-то пособие, но там им надо конкретные какие-то вещи, да, типа, или там кому-то нужен пандус, там, одному человеку, и тогда, ну, типа, вот это конкретное сообщество может для этого конкретного человека скинуться, ну, то есть, скинуться, это, значит, уменьшить количество своего рейтинга, чтобы оплатить какую-то услугу или вот эту потребность человеку с особыми, ну, как бы, потребностями. Да, и теперь приходим, что, как же тогда планировать? Ну, вот, хорошо, вы там пообсуждали у себя на работе что-то решили, вы там у себя, ну, дальше что? Ну, то есть, вы, как бы, хотите вот это, да, и, как бы, как понять, ну, получите ли вы, да, типа, все эти хлебы, там, походы в кино и прочее. Значит, Ханнель говорит, что примерно это будет выглядеть так. На первом уровне что-то, что он называет координационным советом, в книге это выглядит как совет по фасилитации итераций, ну, итерация – это как цикл, да, типа, который будет проходить вот этот, то есть, цикл – это вот первые три пункта, о которых я сейчас скажу. И, ну, я его назову координационным советом, чтобы это было просто проще. Вот, значит, этот совет, что он делает? Сначала он публикует какие-то оценки, расчетные, да, альтернативных и общественных издержек производства. Сейчас объясню, что такое альтернативные и общественные издержки. Значит, альтернативные издержки или opportunity cost, да, то есть это что-то, то есть это какие-то издержки, которые отражают лучшие возможности использования этого ресурса. То есть у нас есть стул, и мы можем его продать, или мы можем докупить там пару стульев и сделать, не знаю, там, ну, какой-то киноклуб. И мы думаем, что, типа, для общества, вот в разных, как бы, вот у нас есть два выбора, две альтернативы, или их может быть больше, или, например, у нас есть медь, у нас есть металл, что лучше с ним сделать, что, типа, в каком случае общество больше получит выгоды от использования этого конкретного ресурса. Ну, и это звучит странно и невозможно посчитать, но экономисты умеют это считать, не бойтесь. Ну, то есть это будет просто, как бы, легко посчитать. И общественные издержки. Общественные издержки – это все издержки и производителя какого-то блага, да, или товара, и третьих лиц, то есть людей, которые не участвуют в производстве, но которые испытывают ущерб от деятельности. То есть, например, мы построим АЭС, и, как бы, с одной стороны, это будет хорошо, там, тем, кто будет пользоваться электричеством, но, с другой стороны, какие-то сообщества вокруг пострадают от того, что их, например, снесут дома, или что, если она взорвется, мы там вообще, как бы, все умрем. То есть это общественные издержки, или то же самое общественные издержки – это сколько труда, например, будет затрачено на это все, который мы могли бы использовать где-то еще, да, то есть мы могли бы его более эффективно использовать. Так вот, возвращаясь к этому, сначала этот совет публикует, как бы, у нас есть вот такие ресурсы, и вот их издержки, и на основании этого они предлагают, как бы, такую ориентировочную цену на использование этого ресурса. Зачем эта цена? Она идет к рабочему совету, что они понимают, что вот есть металл, и у него вот такая ориентировочная цена, и мы ее закладываем, вот свое предложение, когда мы формируем, и что мы столько, например, там металлических кружек произведем, мы включаем туда еще вот эту цену, потому что потом это поможет показать какой-то рейтинг по сравнению с другими людьми, которые тоже скажут, а мы из металла сделаем тазики, там, мы еще что-то сделаем, да, или как бы, вот, и, значит, и в том числе потребительские советы тоже реагируют на это предложение, то есть вот где появляются вот эти предложения ежегодные. Потребители голосуют за свой план личный, личный, не общественный, а рабочие советы пишут, мы хотим в этом году открыть печатный кооператив, вот он будет вот так выглядеть, и нам нужны будут вот такие ресурсы, нам будет офис, нам нужны будет вот пару принтеров там, да, нам, вот, то есть они описывают, что они хотят. И кто-то, кто продолжает говорит, я хочу, ну, там, мы продолжаем выпускать колбасы, нам нужно там вот столько, 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 может быть, просто копипаст с прошлого года, а может быть и нет, да, вот, и получается, что, что это значит, то есть потребительские советы, они говорят, как бы заявляют, какие товары и услуги они хотят потреблять, и какие уровни выбросов загрязняющих веществ они готовы принять как допустимые. То есть у Ханнеля очень сильно идет упор на экологизм, и он говорит о том, что нам нужно всегда учитывать вот в эти общественные издержки, в общественные издержки входят вот это вот загрязнители, что как бы не должно быть так, что как бы никто за это вообще не платит, никто не ответственен, и типа производитель сам решает, сколько он там хочет загрязнения, нет, типа потребители должны ему как бы санкционировать, что они готовы, например, терпеть загрязнение от какого-то завода, чтобы получить этот продукт. Если они не готовы, ну значит как бы этого продукта не будет, ну или там завода не будет. А рабочие советы, соответственно, говорят, что какие они результаты или продукцию хотят произвести, а также ресурсы, которые они хотят использовать для этого, включая не только там промежуточные товары, которые им нужны от других советов, но и природные ресурсы, капитальные товары, различные виды труда, то есть какие рабочие места они создают, например, и так далее. То есть они как бы предлагают вот эти вот… Что происходит дальше? Координационный совет все это суммирует, ну формирует в какой-то удобно читаемый вид, корректирует и, ну поскольку там же будет, например, они представили что-то про металл, да, а как бы никто там металл в итоге не хочет использовать в этом году, ну то есть никто не будет с ним работать. И соответственно, или, например, наоборот, все хотят металл, и поэтому вот эта ориентировочная цена будет другая, потому что она от спроса и предложения будет меняться, и поэтому вот этот координационный совет, он меняет, а корректирует вот эти цены. Что такое получается? Что он говорит о том, что в зависимости от избыточного спроса или предложения этого блага, все это меняется, и эти три шага повторяются в последующих итерациях, до тех пор, пока нет избыточного спроса на любой конечный или промежуточный товар, или природный ресурс, или категорию труда, или, ну как бы, нет, типа, слишком высокого или заниженного разрешения на выброс любого загрязняющего вещества. То есть они как бы их как бы уравнивают, да, то есть если они видят, что все просят хлеб, а люди предлагают производить айфоны, ну, то как бы, типа, становится видно, что не нужно, да, столько, и там как бы это видит, например, рабочий совет видит, сколько кто попросил, и что потом происходит, когда они говорят, что вот мы тут изменили цены. Каждый совет, ну вот, например, мы, вот, нас там 20, ну, представим, еще с нами 80 человек, да, в этом как бы доме, да, в соседском. То есть мы видим, что, ага, в первой итерации у нас, типа, все ок, ну, то есть у нас сошлось, сошлись вот эти цены, как бы с запросами, у нас не, потом, а как мы поймем, что они сошлись, да, это значит, что наши все, что мы заказать можем как? Мы заказать можем только на сумму нашего рейтинга усилий, плюс всех пособий, которые есть, например, в обществе, да, и если какой-то потребительский совет заказывает больше, чем он, как бы, зарабатывает, то это, типа, тоже видно, ну, как бы, видно, что они живут непосредством. И, как бы, другие советы им просто не одобрят, ну, такую, как бы, расход, потому что, ну, типа, вы, как бы, не хотите как-то усердно работать, а заказываете, и поэтому им возвращается, и там, ну, как бы, на каком-то собрании или как-то, они, типа, просто говорят, что вот, измени там вот эти, вот эти, ну, потому что, как бы, не проходит. Либо наоборот, у них все окей, они просто закрывают, и все, и для них, как бы, ну, типа, процесс закончен. То же самое с рабочими комитетами. Они смотрят, ага, мы предложили кружки, а кружек никто не хочет. Что мы хотим сделать? Мы хотим распустить, ну, типа, наше, как бы, предприятие, чтобы предоставить возможность другим использовать завод, там, станки и прочее. Либо мы хотим изменить наше предложение и сказать, окей, произведем 20 кружек всего лишь, и зато там параллельно сделаем еще что-нибудь, чтобы оставить, как бы, ну, оставить за собой, типа, это место, например, или... То есть они, как бы, реагируют на, ну, вот, на это предложение. Тут, как бы, тоже иногда сложновато понимать, но мне кажется, я попыталась, типа, правильно, не знаю, просто это объяснить, как оцениваются вот эти предложения. Вот есть потребительские. Что такое... И мы, получается, умножаем количество товара и услуги, то есть, например, 50 авокадо, умножаем на вот эти общественные издержки, которые нам координационный совет сказал. И мы видим оценку, вот это, ну, буква «П», да, это, как бы, какая-то, какая-то величина. И мы ее сравниваем со средним рейтингом усердия жителей плюс пособия для людей, которые не работают. И вот это соотношение обычно, скорее всего, это будет что-то в размере, там, например, 1, 2, 3, ну, то есть, 1, там, 1, 2. То есть это будет какое-то простое число, которое нам будет давать понять, что вот эта община живет, как бы, непосредственно, заказывает больше, чем работает. Или наоборот. И, как бы, это будет легко понять из вот этой формулы. Когда, тогда, как производственные кооперативы, предложения оцениваются так. Значит, они говорят, мы такие-то выгоды вам произведем, а их сравнивают с издержками. А издержки у нас координационный совет уже подал. То есть эти цифры, как бы, будут формироваться людьми, которые будут знать, как их формировать, а остальные будут просто их, как бы, смотреть и сравнивать. И это может выглядеть, как условный Excel, в котором красным горит то, где кто-то не подшел под, ну, под какую-то цифру, например, превысил, да? И тогда нужно будет обсудить свое предложение только тем, у кого красным загорелось. Всем остальным можно будет, как бы, все. Ну, считай, что они прошли. И вот эти красные, они должны будут как-то переделать. Либо они могут сказать, ребята, подождите, цифры врут. Мы хотим еще раз вам объяснить, ну, то есть, что мы на самом деле, вы тут посчитали, но цифры это не там, не отражает. А вот еще такие будут выгоды, которые не учтены. И тогда можно принять их даже красным горячее предложение, если люди на это будут согласны. Ну, и да, и тут объяснено, как, типа, считать, что такое общественная выгода, да? Как, ну, то есть, типа, ты умножаешь количество кружек на их ориентировочную цену, получаешь стоимость этой кружки, вернее, ну, стоимость всего, что они произведут. Как издержку посчитать? Что они хотят? Там, например, металл умножить на ориентировочные цены этого металла. И вот мы сравниваем. И вот он говорит, что если соотношение общественных выгод и общественных издержек больше единицы, то предложение, скорее всего, хорошее, и люди должны его опрувить. Ну, что, потому что выгоды превышают затраты. Если мы видим, что оно меньше единицы, у нас вопросики, да? То есть мы либо просим дополнительного подтверждения, либо говорим этому рабочему кооперативу, извините, ну, как бы, ребята, не подтверждаем. Есть ли вопрос, ну, как бы, конкретные вопросы, не обсуждения, а вопросы по этой вот схеме? Может быть, кому-то что-то осталось непонятно, как производится вот сам процесс? Видите-ка, это не вопрос, это отдельно, да? Да. А как, вот, когда ты уже покупляешь, ориентировочная цена, это и то, что будет закладываться? Ну, вот, ты составляешь, условно, у тебя рейтинг, там, 12, и ты составляешь свой план на год. Как узнать, какие продукты, типа, будут входить, ну, и будут иметь цену, чтобы ты вписался в свой рейтинг? Ну, я же здесь указала, да? Смотри, потребительское количество, чего ты хочешь, плюс его издержки, умножаешь на эту сумму, ну, оно само умножается, то есть оно у тебя условно в приложении умножается, и оно видит сразу твой рейтинг, который подал твой рабочий совет, и сразу тебе пишет, типа, ты превышаешь, и, скорее всего, ты даже на этом уровне уже будешь, как бы, редактировать и подавать, как бы, что-то, что проходит. Как будет происходить в распределении ресурсов между такими общинами, которые уже более глобальны? То есть, например, у нашей общины есть металл, а у соседних общин металла нет. Наша община решила, что она хочет сама весь металл потратить, а другим ничего не дать. Смотри, по поводу, вот по поводу Федерации потребителей я объяснила, понятно, да, что они делают, они, как бы, на высшем уровне, и здесь вопрос такой, что, в принципе, все производство, ну, как будто бы контролирует потребители. Ну, что они хотят, как бы, с этим, ну, то есть, типа, это не то, что ты просто, я хочу использовать металл и буду, да, то есть это тебе должны, как бы, сказать твои люди, что, да, используй, класс, мы будем покупать, или, там, будем пользоваться. Да, слушай, и есть, у рабочих советов есть тоже свои федерации, федерации по разным отраслям, и они говорят о том, что в этих федерациях они не будут заниматься, что там, как бы, рабочие советы не в федерацию отправляют просьбы, а именно пользователям, да, как бы потребителям на местах. Но эти федерации могут, как бы, раз они отраслевые, например, это железная дорога, да, или они металлургия, и они могут объединяться, да, как бы разные рабочие советы объединяются там по всему, как бы, например, округу там, какому-то поясу климатичному, ну, типа, что-нибудь такое, да, и они знают, где какие ресурсы есть, да, типа, на территории, в которой действует эта экономика, мы же понимаем, что это, типа, работает только там, где люди согласились это делать. И они могут у себя координироваться. И прежде чем подать предложение, что тоже будет в их интересах, не подать неконкурирующее предложение, чтобы потом кто-то просто развалился, распустился, да, а только один или два, ну, как бы, остались. А в их интересах будет, например, договориться заранее, ребята, вы там что подаете, да, вот это, вот это. Окей, тогда мы, как бы, вот это подадим, будет ли там столько металла. И опять же, ну, типа, это все будет видно, как бы в этом координационном совете, который будет собирать, агрегировать всю информацию о том, что есть в доступе. И насколько эти рабочие советы учли вот это то, что есть. Тогда, если вот, опять же, переформулировать мой вопрос, если не то, чтобы кто-то там захотел потратить, например, весь металл, который доступен на определенной территории, а вот, например, все потребители на этой территории, решили, что мы хотим себе железную дорогу, мы хотим себе там автомобили побольше сделать, а в соседних федерациях, там, в соседних, как не знаю, ну, глобальных, в общем, глумиратах нету, например, там металла, там, какие-то базовые нужды, там, на какие-то самые кружки. Вот. Получится, что, чтобы эту проблему решать, нужно очень много слоев каких-то делегатов на высшие, высшие, высшие уровни, и это, в конце концов, будет напоминать государство очень сильно. Ну, мне кажется, что это примерно как сейчас, когда ты хочешь использовать какой-то ресурс, который у тебя нет рядом, ты куда-то едешь и договариваешься, правильно? Ну, почему это не могут сделать все люди в этой экономике, тоже непонятно, но ты просто как будто, когда ты говоришь, конгломераты, такое ощущение, что это как будто отдельные единицы, которые, типа, с друг другом не координируются, а нужно, ну, как бы ехать, у них как бы просить бичлом. Когда я говорю про федерацию потребителей, а кто будет железной дорогой пользоваться, это потребители, да? Типа не производство, ну, производство будет уже организовано по их желанию, и это как бы решается на федерации потребителей. И если какие-то потребители, ну, как, то есть для меня это выглядит так, что все люди, которые имеют в своем доступе ресурс металл, которые живут там, где им надо, и как бы на этом же, там, съезде условно городском, или это может быть областной, да, кто-то говорит, да, железные дороги круто, но, ну, типа, нам нужно еще вот это. И будет странно, если им просто скажут, как бы, ну, нет, типа, мы тут железная дорога. Ну, то есть понятно, что некоторые вещи, как бы, нельзя будет сделать все, что люди хотят на 100%, и нужно будет, типа, находить какой-то компромисс. Опять же, как бы мы понимаем, что это все годовой план. У Ханнель есть отдельная глава, про которую я не буду долго останавливаться, чтобы нам не затягивать. У него есть про инвестиции и долгосрочное планирование, то есть как нам посчитать вот эти цены, да, ориентировочные, когда мы не знаем, как будет дальше, да, мы не знаем, сколько у нас людей там будет, каких профессий, там, кого вы, ну, то есть как нам, типа, заинвестировать. Но это, типа, он говорит, что, в принципе, так любые инвестиции работают, да, то есть ты делаешь какие-то прогнозы на основании того, что у тебя есть сейчас, и как бы мы будем, и, например, если какое-то, ну, вот эти федерации примут решение, что в следующую пятилетку снижаем, например, количество там загрязнителей на 20%, то это будет значить, что каждый год нужно будет на 5, ну, или на сколько, снизить, да, чтобы 20, к 25 году, например, было 20. И это значит, что этот учет, как бы, будет уже входить в эти цены, и Координационный совет будет зажигать красным те предприятия, которые не, ну, потому что это уже было принято решение как долгосрочное планирование, и тогда все годовое планирование зависит от того прежнего решения. То есть мы, как бы, уже ему подчиняемся и не производим, там, чего-то, что, как бы, высшее. То есть, если по доторжести, я правильно понял, что все ресурсы, которые будут расположены на территории, где принята вот эта экономическая модель, они глобальные, и будут решаться не локально общение, а вот на территории, на которой они располагаются. Да, да, то есть они принадлежат обществу, ну, и общество — это не коммуна одна, а это все, и ты им просто пользуешься. И какие-то люди могут запретить тебе и пользоваться, ну, и сказать, мы хотим отдать это пользование другим. Как будет, ну, рабочий совет, ну, это типа коллектив предприятия, да, как формируются новые предприятия, как они, ну, возникают, как они умирают? Легко, да, он говорит о том, что если рабочий совет формирует предложение, которое не поддерживается, да, и он не способен его эффективно изменить, ну, то есть, например, люди, как бы, они не прошли, они там красным загорелись и не смогли его никак подделать так, чтобы и им было как бы выгодно, да, там делать и что-то. Значит, они просто распускаются. И да, это выглядит, когда читаешь немного так, ой, ну, как в капитализме, да, то есть типа не вы, не, как будто бы ты не смог там в каком-то соперничестве выиграть, да, и ты уже, получается, как, ну, типа просто умер, да, как бы, потому что у тебя не там не хватило капитала, не хватило там, не знаю, какого-то умения преподнести свой проект и прочее, но, как бы, Ханнель говорит, а почему, ну, то есть, это должно, как бы, быть абсолютно нормальным, потому что люди имеют право выбирать то, что, как бы, общественные выгоды, ну, то есть не что им выгоду несет, не рабочему совету, а что несет общественные выгоды. И если, как бы, никаких обид не должно здесь быть, то есть если вы не способны эффективно нам приносить, как бы, благо, то вы, ну, не будете пользоваться этими ресурсами, либо вы там видоизменитесь и как-то по-другому, и это не значит абсолютно, что эти просто люди теряют работу и умирают в нищете, да, то есть эти люди, это могут быть, например, как я говорила, они принадлежат к какой-то федерации своей отрасли, и в этой отрасли всегда есть там, типа, опять же, поскольку мы говорим про то, что этот координационный совет, он же также пишет, сколько каких людей есть, да, сколько каких работников там, да, кто там хочет, какие-то соискатели и прочее, то есть нам их как будто всех нужно затруднить, да, ну, типа, нанять, вот, и получается, что эти люди могут просто наняться туда, ну, в новый кооператив, который как бы выиграет предложение, которому надо будет, например, расширение, либо они могут переучиться и, ну, типа, войти там, не знаю, пойти в кафе работать или что-нибудь в этом роде. То есть, опять же, ну, если у них там не, они не смогут найти вот так вот в ближайшее время, у них всегда есть пособие, то есть это не означает, что человек просто остается сам себе и что в этом хорошего также для предприятий, тогда как в капиталистическом обществе, да, когда ты хочешь открыть там стартап, еще чего-то, у тебя должен быть капитал, ты делаешь инвестицию, ты там, ну, как бы, если оно прогорает, ты теряешь все, да, ты как бы уходишь в минуса. Здесь ты просто, ну, как бы, например, вот когда мы говорим, как сделать новый рабочий совет, я задумываю стартап, нахожу там все людей, мы делаем какую-то презентацию, просчитываем все вот эти штуки, ну, предлагаем, да, и если нам его не ратифицируют, то мы не сочеряем ничего, потому что мы не покупаем завод, мы не там ищем работников, которым мы обещаем какие-то зарплаты, ну, то есть вообще тебе ничего не стоит, просто и проявляешь инициативу, и опять же, когда мы говорим про новый рабочий совет, вот эти федерации по индустриям, они могут быть чем, ну, как бы, как они могут быть полезны здесь, во-первых, что к ним могут обращаться за консультациями, типа, а что сейчас надо, а что сейчас не хватает, да, а что бы круто было бы сделать, да, чтобы как развить, например, обслуживающее какое-то предприятие для уже существующего, да, и им дают, как бы, какие-то советы, что было бы классно, либо наоборот, они смотрят, что обращаются, как бы, к ним люди, да, которые постоянно что-то, типа, начинают, за год там прогорают, используют плохо ресурсы, да, и, как бы, это уже, как бы, люди, которым нельзя доверять, они, типа, плохо ведут, ну, предпринимательскую деятельность, и тогда, как бы, ну, это, ну, как бы, федерация им говорит, что, ну, как бы, типа, мы там, например, вас не будем советовать, да, потому что у вас там плохой, например, ну, как бы репутация плохая, вот, и, да, и, опять же, прежде чем, вот, например, распустить, да, то есть даже если какое-то предприятие не может нормально, там, эффективно работать, это тоже не значит, что они там просто все дурачки, ну, не умеют организовать, то есть, возможно, им просто какая-то помощь нужна, и эти федерации могут делать там, ну, какие-то обучающие, стажировки, интернатуры, там, не знаю, мастер-классы проводить, то есть помогать этому предприятию, вы, ну, как бы, выйти обратно на какое-то, ну, то есть все будут заинтересованы в том, чтобы люди, люди оставались в какие-то рабочие места, и, как бы, чтобы они делали что-то, что им, как бы, нравится, но если им нужна помощь, они всегда могут об этом попросить. Это на самом деле похоже на капитализм, только вот вместо предложения будет бизнес-план, вместо того, чтобы люди ее одобрили, надо будет, чтобы банк там выдал кредит, а вместо репутации будет кредитная история. Так это не похоже? Да, примерно. Единственное, что в этом случае люди решают, да, а не один человек или там два с деньгами и так далее. Да, у него есть отдельные еще тоже главы по поводу будет ли кредиты, там, ну, например, если люди хотят потребить больше, чем у них этого рейтинга есть, это тоже будет ок, если они, ну, это значит будет, что они согласны в следующем году работать с большим усердием, чтобы это, как бы, компенсировать. Но и там не будет никаких процентов, просто, ну, тоже на человека будет смотреть, что если он год за годом превышает, превышает, превышает и не работает усерднее, значит, ему больше не разрешат этот план подать, как бы, больше, чем он, ну, на что он, как бы, типа, рассчитывает, вернее, на что он заслуживает. Так, сейчас посмотрю еще, может быть, что-то я забыла. Ну, да, как я сказала, что для Ханли очень важна вот эта охрана природы, environment, и он говорит о том, что, ну, именно потребители должны решать, хотят ли они на себе какие-то загрязнители использовать, ну, как бы, испытывать, и если они готовы, ну, то есть, в этом случае они должны быть информированы о том, как это на них повлияет, но если они будут готовы, и это, опять же, нужно информировать всех, на кого повлияет, не просто там рядом деревня, да, которая с заводом, а всех, на кого там дым пойдет, кого там рекой смоет, ну, и так далее, вот, и если эти люди будут готовы, то Ханли предусматривает такую опцию, что тогда эти люди, которые, ну, которые подвержены, у них повышается их рейтинг усердия, там, на 0,1, что они тогда могут купить себе больше, ну, как будто компенсируют им вот это, что у них потребительская корзина растет за счет того, что они испытывают на себе какие-то негативные влияние производства, если они соглашаются на это. Вот. глобальные климатические изменения, он говорит что-нибудь, что как будто они-то на всех вообще влияют в мире? Ну, конечно, ну, в смысле, что если, ну, он не говорит здесь, да, типа, чем будет ограничено, да, это общество, и он также говорит, что никакое общество не будет эффективным или оно не будет работать до тех пор, пока массово люди не будут к нему готовы, да, и он как бы тоже не имеет каких-то иллюзий насчет того, что это можно там завтра просто сделать, перепрыгнуть и так далее. У него есть последняя глава, где он говорит, как можно этого достигнуть, ну, и типа, как это преускорить, немножко там каких-то советов, ну, то есть это не что-то сверхъестественное он предлагает, но в целом, как будто бы одно из важных вещей, которое он говорит, это что люди хотят план, то есть я тоже часто это встречаю, что когда ты там, Люсмиле, говоришь про анархизм, часто такие, ну, вот и как это будет там, чуть ли не цифру назови, да, там, кто это, ну, то есть люди хотят четкие решения, четкие программы, и вот, например, поэтому он говорит, что я считаю там, что очень важно иметь, вот, такую книгу, где типа прям все прописано, да, ну, или по максимуму все, что возможно, чтобы людям как бы мочь отвечать на такие вопросы и предлагать им конкретные вещи, которые они могут делать, типа, и им это визуализировать, а не просто там декларировать, что это будет лучше, чем другое. Что? Ну, я хотел бы спросить, может, не сейчас, но, допустим, как будет наука, которая не гарантирует какие-то открытия, при этом это, может, здесь там, десятилетия и все такое, то есть, что нельзя запланировать за год, типа, изучить и все такое, и как, допустим, этот координационный совет, то есть, они тоже работают, или это вся их работа, вот, существование, вот, нет, координационный совет работает, ну, как там написано, он работает раз в год, ну, условно, там, какое-то время, раз в год, ну, понятно, что, вероятно, для того, чтобы учитывать вот это все, это же время, да, это измерение, то есть, возможно, это будет как бы отдельная структура, которая просто к какому-то моменту готова уже с цифрами, да, это как статистический комитет условно, да, который собирает, 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 потом выдает что-то, и, например, ну, про науку там ничего не сказано, там только сказано о том, что любые инновации будут сразу считаться общественным достоянием, то есть, на них нельзя будет накладывать какие-то там, что это мое, только у меня на предприятии используется, вот, и, ну, и то, что, ну, как бы наука, это тоже работа, это типа твое усердие, ну, то есть, ты будешь получать права просто потребительские за счет того, что ты, что ты там пытаешься найти, не знаю, вакцину какую-нибудь, вот, и, естественно, что если какие-то люди, ну, типа, опять же, что такое наука, ну, наука, это тоже услуга, ну, то есть, это что-то, что ты делаешь для того, чтобы, ну, какую-то инновацию ввести, или, например, понятно, если это философия, так это другое, да, то есть, но в целом люди как будто бы будут решать, насколько они готовы, ну, например, спонсировать, да, то есть науку, которая годами что-то делает, и, например, ни до чего не доходит, но я думаю, что, как бы вот эти, коллектив там научный, да, который там исследует что-то годами, он, если он будет способен людям доказать, что это действительно необходимое количество лет, там, и все такое, то как бы у них не будет проблемы с одобрением, и если люди будут видеть, что они не одобряют, и потом у них вот такие последствия, да, за то, что они как бы где-то пожадничали, решили там уволить всех ученых, и потом оказалось, что там невозможно, не знаю, там посчитать статистику, потому что никто там не умеет, или там, то они как бы будут понимать, что это важно, ну, то есть все, что будет иметь ценность, оно будет как бы на виду, и это можно будет, ну, обсуждать, не знаю. Единственное, что как бы в этой всей штуке, то есть там не написано было, то есть понятно, он говорит про голосование, и что каждый человек это один голос, да, и это типа типичная прямая демократия, там нигде не говорится о том, какое процентное положение, ну, состояние будет, то есть 50 плюс 1 или как там будет, да, то есть непонятно, как будет приниматься решение, он это не предлагает, и поэтому я думаю, что он предлагает это решить самим, как бы, коллективом, то есть это могут быть, ну, то есть он не говорит нигде про консенсус, и я думаю, что он его не предполагает, но при этом он не говорит, что, он все время повторяет, что вы в своем рабочем совете, и опять же, вот, например, когда он говорит про рейтинг, вы можете вообще, если вы считаете, что рейтинг это какая-то, ну, система, которая там провоцирует неравенство или что в этом роде, вы имеете право на своем рабочем месте выставлять всем одинаковую единицу, например, ну, что типа у вас все как бы, и если вашим людям это ок, и ваши люди не считают это несправедливым, пожалуйста, ну, как бы, вы и сами решаете, какие потребительские права дать этим людям, и поэтому типа и для анархистов это тоже будет норм, у вас будет там свой кооператив, в котором как бы будет вот так, и то же самое в потребительском совете, какие-то будут голосовать, и какие-то могут обсуждать, да, и принимать консенсусом, вот, это важно отметить. И, значит, я сейчас хочу немножко поговорить про организацию рабочего процесса. Как мы поняли уже, все производства или какие-то предприятия будут управляться самими рабочими, которые будут входить в рабсоветы этого предприятия, компании, неправильно, наверное, говорить, предприятия, да, вот, и они, там будут реализовываться принципы самоуправления, но что касается самой работы, тут есть нюансы. Когда я читала, готовилась к этому занятию, читала теоретиков кооперативной экономики, там была очень интересная идея. Мы привыкли говорить о классовом разделении, да, что есть класс, который обладает средствами производства, и это капиталисты, и есть класс, который пользуется этими средствами, чтобы производить ценность, это пролетариат. А они проводили еще такое интересное, в каком-то мере тоже классовое разделение. Это разделение на людей, которых, чья работа как бы их вдохновляет, которая наделяет их какими-то полномочиями, которая наделяет их самореализацией, внутренним удовлетворением и так далее, заставляет их чувствовать себя как бы самостоятельными личностями. И есть работа, которая в основном состоит из каких-то рутинных или неприятных задач, которые людей, наоборот, ну, как бы не нравятся и заставляют чувствовать себя ненужными, неважными, плохо заставляют себя чувствовать. Обычно в связи с этим вспоминаются, например, уборщики и дворники. И они говорят, что, опять же, это как будто такие два класса разделенных, где есть четкая иерархия. И они предлагают, чтобы у каждого работника было поровну задач, которые считаются важными, нужными ими самими, наделяют их каким-то правом на самореализацию, наделяют их какой-то верой в себя и неинтересными задачами, неважными задачами, которые все равно должны выполняться. Например, представим, что мы все работаем в шелтере для щенков. И наша задача устраивать щенков в хорошие руки, заботиться о них и так далее. Есть, например, работа контакта с потенциальными семьями, куда можно пристраивать щенков, вручать им щенков, рассказывать, как обращаться с щенками. И это хорошая работа. Во-первых, вы коммуницируете с людьми, во-вторых, вы чувствуете, что вот вы пристроили определенного щенка, и вы чувствуете какое-то удовлетворение, и что вы сделали что-то хорошо в этом мире, в вашей работе. А есть задачи такие, как, например, убирать клетки за щенками или выгуливать щенков. Ну, это может не так уж плохо, но, например, убирать клетки. Это точно никому не нравится. И в обычной капиталистической системе, к которой мы все привыкли, какой-то один человек будет заниматься тем, чтобы общаться с потенциальными хозяевами и пристраивать щенков, а другой человек будет заниматься уборкой клеток. Что нам предлагает кооперативная экономика, это то, что, например, тот, кто занимается общением с клиентами, тоже иногда убирает клетки. А тот, кто иногда убирает клетки, может быть, иногда общается с клиентами, а может, например, фотографирует щенков, я не знаю, в социальные сети или занимается еще какой-то другой работой, которая приносит такой же уровень удовлетворения, такой же уровень самореализации, какой-то креативности, вызова, способности применять интеллектуальные свои способности и так далее. Теоретики предлагают организовывать это таким образом. К каждой задаче на определенном производстве, на определенном рабочем месте приписывается какой-то коэффициент ее хорошести, скажем так. Коэффициент типа удовлетворения, коэффициент самореализации, коэффициент власти, которую вы чувствуете, когда выполняете эту задачу. И, например, там общение с клиентами, с хозяевами потенциальными щенков, это будет 10, а уборка клеток это будет 1. И нужно так сделать, чтобы у каждого рабочего весь объем задач, которые они выполняют в своем рабочем процессе, был равен коэффициенту, который равен другим коэффициентам. То есть, вот, например, на картинке, да, у нас показаны разные, как бы, профессии, да, и они выполняют какие-то более важные или хорошие работы, какие-то менее хорошие и важные работы, и сумма всех их задач, которые они выполняют, равна 14. И у каждого есть равный коэффициент на этом рабочем месте. Это позволяет, как бы, технически проследить, что все рабочие на этом рабочем месте выполняют одинаковое количество каких-то важных задач и неважных задач, хороших задач и плохих задач, и чувствуют себя одинаково важными, одинаково нужными, и, как бы, получают примерно одинаковое удовлетворение от своей работы. Вот. Это то, что касается сбалансированного комплекса работы, или balanced job complex на английском, и это последний такой аспект, который было важно обсудить в отношении кооперативной экономики. Теперь я хочу немножко поговорить про анархокоммунизм и экономику дара. Важно отметить, что у этих идей нет таких четких, как бы, схем и расписанных технологий, как у, например, кооперативной экономики. Это скорее концепции, которые внесут в себя определенные анархические ценности, определенные идеи, условия, которые должны будут выполняться, но они не говорят четко, как именно будут выполняться эти условия логистически. И анархокоммунизм говорит нам о том, что потребление должно происходить по потребностям, то есть при анархокоммунизме не должна присутствовать вот эта оценка усилий, оценка затраченного усердия, какие-либо рейтинги. Как мы уже упоминали, потребление просто происходит, основываясь на том, что люди хотят потребить, что им нужно, они то и берут. И как это устроено, уже как бы не придумано пока в анархокоммунизме. Ну, есть какие-то варианты, но нет какого-то четкого понимания. Производство происходит в кооперативных и рабсоветах, собственно, как и в кооперативной экономике, и общее владение распространяется на средства производства, но и на продукты производства, продукты производства. И поэтому, собственно, потребление и может происходить только исходя из потребностей. То есть все, что производится, потенциально принадлежит всему обществу, и вы можете потреблять сколько захотите, чего захотите, поскольку вы часть этого общества. А, я хотела еще отметить, что мне кажется, я не находила подобную идею в описаниях кооперативной экономики, но мне кажется, например, жилье тоже должно считаться общественным благом, как и медицина, например, или образование, и не подвергаться вот этому рейтингу, о котором мы говорили. Это что касается анархокоммунизма. О нем писал Петр Кропоткин, о нем писал Эрик Молотеста. И до сих пор он считается идеалом, к которому мы стремимся, но для него очень важно иметь очень высокий уровень солидарности в обществе, очень высокий уровень доверия, которого может быть сложно достичь сразу, как бы, переходя из капитализма. И экономика дара, это как, можно сказать, может быть частью анархокоммунизма, может реализовываться при анархокоммунизме, может и нет. Экономика дара, это процесс, когда все экономические операции, а все обмены продуктами и ресурсами происходят на основании дарения. То есть экономика дара описана изначально антропологами в разных сообществах неевропейских, и она реализовывалась таким образом. Какие-то люди, например, дарили какие-то продукты, ресурсы, я не знаю, ананасы, например, ящик ананасов, приносили, дарили своим соседям. И таким образом они оставляли их должными подарить им что-то в ответ. И они знали, что в нужный момент они могут как бы намекнуть им, что им требуется, я не знаю, ягнята, и они бы дали им ягнят. То есть экономика дара это такая система социальных отношений, когда вы все как будто находитесь у друг друга немножко в долгу и предполагаете, что в нужный момент вы сможете этот долг, так сказать, обналичить и не потребовать, но получить от других людей что-то желаемое. Экономика дара, она работает не на создание общественного капитала, не на создание денежного капитала, то есть вы не зарабатываете какие-то деньги или ресурсы, а на создание социального капитала. Чем больше у вас доверия с другими людьми, чем больше операций, как бы дарения такого вы совершаете, тем больше они лучше к вам относятся и тем более они готовы вступать с вами в эти операции и дарить вам что-то или там оказывать вам какие-то услуги. Что важно, эта экономика дара может происходить только между равными субъектами, то есть субъекты, которые состоят в отношениях иерархии какой-то, где есть главный, есть подчиненный. В таких ситуациях экономика дара не работает, потому что туда уже вмешиваются отношения власти и нарушается вот этот принцип того, что я сделаю для тебя, ты сделаешь для меня, поскольку власть, как бы, ну, обладающий властью уже не предполагает, что он должен что-то человеку, который находится снизу иерархии. Вот. И опять же, экономика дара иногда предполагает общее владение средствами производства и продуктами производства, и они просто обмениваются как бы в таком обществе людей, которые испытывают друг другу как социальную зависимость, чувство долга. Вот. И это все. Как я сказала, эти, как бы, концепции меньше проработаны и меньше, например, понятно, как могут реализовываться а не в обществе. Хотя, например, экономика дара уже работает для многих интернет-продуктов, то есть программное обеспечение или искусство часто производится просто, ну, бесплатно, то есть никто не предполагает, что получит за них какое-либо вознаграждение и делится с другими людьми просто так. Я готовилась по кооперативной экономике по книге Par Econ, Participative Economist, типа, сокращаясь как Par Econ, Life After Capitalism. К сожалению, ее нет на русском, но если кто-то читает на английском, вот, советую прочитать. Там описаны прям основные принципы производства, потребления, как будет организовано. И там есть глава, которая конкретно описывает обычный типа день человека в такой экономике, что тоже довольно интересно. Вот. И Ханнель, я тоже на русском не нашла, ее нету, да? Да. Тоже на английском, вот, про которую моя товарищка рассказывала. Кропоткин говорит об анархокоммунизме и основных его принципах. Гребер описывает разные кейсы экономики Дара в долгие пять тысяч лет истории. Можно еще почитать Марселя Мосса, у него прям есть книга, которая называется Дар, и он тоже описывает как бы в разных сообществах, как экономика Дара реализовывалась. И на сайте там по GCP по теории экономикса опять же на английском, к сожалению, но там просто очень много материалов, посвященных этой теме и как бы рассказывают о том, что вообще такая партизипаторная экономика. Я сначала хотел немножко добавить, что да, примеры экономики Дара есть не только там из сферы искусства, но они еще описаны неоднократно прополовин в различных обществах. Я вот вспомнил, что Гелнберлос как описывает один из примеров такой экономики Дара, где важный момент, что в том времени, где она практикуется, не было самого понятия вообще эквивалента и понятия обмена. То есть там это как бы не экономика долгая, а экономика именно Дара, где предполагается так, что какое-то условно домохозяйство, которое получает в ходе сельского хозяйства какой-то излишек, либо там охоты, собирательства, оно просто осознавая, что это является излишком, и при этом условия в этой общине не позволяют накапливать эти излишки, потому что это такой довольно примитивный способ хозяйственный, то они считают своей обязанностью с кем-то этим поделиться, точно так же, как они делятся и средствами производства, у них нет такого понимания, что если, допустим, я этой мотыгой не пользуюсь, то она должна лежать без дела, просто потому, что она моя. То есть если я ей не пользуюсь, и кто-то пришел и попросил, я как бы обязан ее брать, потому что она кому-то нужна. и там нет вообще в принципе понимания эквивалента и обмена, что кто-то там кому-то должен. Но понятно, что это во-первых, их условия подталкивают к такому, поскольку у них не продуманы какие-то способы хранить их основной ресурс, а именно пищу, сохраняется надолго и консервируется, поэтому они вынуждены делиться и распределять это все по максимуму. Ну и во-вторых, там довольно примитивные обычные способы хозяйства. Еще комментарии, вопросы? Вот это ты. Я хотел еще, ну у меня есть ряд вопросов, но прежде чем к вопросам, я хотел обратить внимание на то, что экономику вообще как дисциплину, как область знаний очень часто относят сами экономисты различных направлений к социальным наукам, а не к каким-то техническим, потому что она во многих своих вопросах убирается в вопросы политические, то есть то, как устроено общество, устроено принятие решений, вопросы критического, какого-то мировоззренческого характера, о том, что считать благом для людей и так далее и тому подобное. И поэтому нужно понимать, что вообще такое занятие, как описание всей совокупности экономики в каких-то мельчайших подробностях и деталях это какое-то такое же занятие, такая же попытка, как описать вообще все функционирование общества, все расписать до мелочей. То есть это очень большая и объемная задача, и поэтому ее легко критиковать и вот я возможно буду тоже вопрос задавать как бы немножко с чувством вины о том, что критиковать конечно всегда проще и хотел сказать спасибо тем людям, которые все-таки пытаются устраивать какие-то модели осязаемые и тем, кто эти модели популяризирует, потому что я считаю, что это очень важно и даже ну такие устаревшие возможно теории, как то, что пытался сделать Кропоткин, это тоже очень важно, потому что опять же он математически обосновывает например такие вещи, как продолжительность труда рабочей недели, количество часов и так далее и тому подобное то есть очень многое с использованием статистики объясняет доступных мне примеров. Теперь к критике. Что я хотел сказать по поводу модели первой, которую первую самую презентовали, кооперативная команда называлась. Вот у меня какие возникли вопросы, такие, что не определяется как будто бы перечень ресурсов, которые выдаются в пользование по запросу домохозяйства и они как будто бы не отделяются личной собственности, частной собственности, могут ли домохозяйства выступать в то же время и рабсоветами какими-то автономными. То есть я, например, живу на хуторе. Могу ли я быть для себя и домохозяйством, и рабочим советом? Как я вообще при этом должен обмениваться ресурсами и коммуницировать с остальными какими-то общинами? Насколько я самодостаточен, не самодостаточен, насколько они вправе судить меня на их потребностях и так далее. Ну и самое главное, что поскольку существует как бы предполагается во-первых, дефицит ресурсов, во-вторых, существует ранжирование кому в каком количестве они выдаются, то соответственно может возникать накопление и стимулы ну так назовем это к теневой экономике, то есть к обмену за рамками этой системы, что фактически будет означать зарождение какого-то эквивалентного обмена, то есть возможно деяние даже. У меня есть ответ? Ну или попытка. Да, на самом деле мы вот немножко уже обсудили, что эта система, она очень сильно завязана на коллективности и ну как бы на коллективности и коллективном труде и например ну как бы вот работу вот условно я переводчик фрилансер, да, то есть кто может ну я работаю дома и мне не обязательно это было бы означало, что мне обязательно нужно было присоединиться к какому-то бюро, чтобы у меня был обязательно совет, ну то есть я как будто одна не могу работать, потому что некому мое усердие там, да, ну как-то определить или я его как будто сама себе выставляю, то есть это действительно не описано и то, что ты говоришь про там хутор, это примерно тоже, да, что ты как будто бы немного исключен из коллективности и автоматически ты немного выпадаешь, но я думаю, что как бы на это тоже можно найти какой-то выход, да, то есть ты все равно принадлежишь к какой-то там условно комьюнити, да, ну пусть это даже будет там 10 каких-то разбросанных домов, но вы как бы будете там как-то вместе, обычно там даже люди, живущие на хуторах друг друга знают, там знают, кто чем занимается, ну то есть это такое, но действительно это такой пробел, как минимум, который не был в этой конкретной книге описан, что касается теневой экономики, интересное замечание, наверное, я не упомянула, каким образом предлагается попытаться избежать вот этого накопительства или инфляции рейтинга, как там было написано, что когда у тебя просто могут быть там ну просто офигенные возможности потребительские, да, просто потому, что ты упарываешься и работаешь по 12 часов, там, ну как бы есть же такие люди в принципе, да, которым, например, ну они не видят свою жизнь за пределами работы, да, и как бы учитывая то, что как бы я, ну например, не хочу свою жизнь там концентрировать только на своем рабочем месте и я выбираю там как-то по-другому распределять свое время, но кто-то может как бы в два раза больше иметь потребительскую как бы способность из-за того просто, что там человек там, ну как бы я думаю на любой работе вы видели таких людей, которые как бы, ну типа зачем-то, в частности сейчас это делается часто для того, чтобы заработать больше, ну как бы чтобы иметь хотя бы соизмеримую покупательскую способность с кем-то, потому что, ну разница зарплат. Что предлагает Ханель? Ханель говорит, что во-первых, из-за того, что то, что он называет видимым потребительством или как бы, то есть потребительство, которое предполагает статусность, ну что, например, очень часто сейчас люди там вот с айфоном нужно быть, потом может быть кроссовки, какие-то последние модели за 100 долларов и так далее, то есть вот этот вот визуальный консюмеризм, который как бы людям предлагает мериться с друг другом и считать, что если я так не выгляжу, там мой статус падает и Ханель предполагает, что как бы вот в вот этой кооперативной экономике будет падать рейтинг вот типа таких людей, потому что, ну не нужно будет вот это визуализировать, то, что ты что-то имеешь, просто потому что, ну потому что это будет означать, ну как бы, когда у тебя ты меряешься не капиталом и не зарплатами, да, а ты, просто это будет означать, что ты там хорошо работаешь как будто, да, и что часто для людей это, этого достаточно, что их давали признание, да, их усердие, да, как бы за счет каких-то вещей и что, ну типа зачастую он предполагает, что не будет вот этой вот необходимости просто какие-то бюрюльки там покупать для того, чтобы как-то выглядеть, но одновременно с этим он предлагает установить потолок на рейтинг, то есть чтобы на каждом предприятии на рейтинг был установлен, что ты не можешь, например, 150 процентов рейтинга заработать, потому что как раз таки это будет означать, что некоторые люди будут накапливать себе вот этот рейтинг и в том числе за счет того, что они будут упарываться и это как бы сформирует очень здоровую трудовую атмосферу и ну то, как вообще нужно подходить, то есть, ну потому что как это работает, да, со стахановцами, например, их делали, ну типа специально как бы предполагали, что они будут выполнять там чуть ли не в пятикратном размере план, чтобы потом все остальные винили себя, что они не выполняют, что они выполняют просто один план, да, и как бы и хотели быть похожими на стахановца, и это как бы нездорово, то есть не нужно ну как бы как сказать искусственно усиливать как бы скорость производства или там эффективность, продуктивность за счет того, что ты как бы себя истязаешь там на рабочем месте и так далее, и как бы это может тоже, ну он предполагает, что из-за того, что люди не будут ну как бы то есть они если они хотят, они могут упарываться, но это не будет означать, что они будут иметь там в три раза больше покупательскую способность, чем кто-то, то есть у них всегда будет какой-то максимум, то есть ну как в школе, типа больше десятки, там больше пятерки, тебе никто не ставит, какой бы ты там ни был, вот, и это вот он говорит о том, что вот этот рейтинг, инфляция рейтинга может быть тогда остановлена, вот, иначе мы тогда уже через пять лет мы будем говорить про пятьсот процентов, через шесть там, ну, как бы все время увеличиваться, это может быть частью решения проблемы, но да, я согласна с тем, что как бы можно тогда, выводить эти товары, условно, с другой стороны, ну, как бы за пределы, с другой стороны, если вот этих конкретных денег, типа, их нет, ну, то есть ты их должен, как будто бы, изобрести, чтобы иметь, ну, какие-то товары с рук, там, да, брать, я думаю, что скорее это могло бы выглядеть, как такая параллельная экономика, когда, ну, типа, не дара, какого-то такого, типа, кумовства, ну, что ли, да, когда, ну, там, например, в селе, там, люди платят друг другу водкой, там, и прочее, то есть, ну, когда они там используют зарплатные деньги, а какой-то натуральный продукт, что, возможно, это может выглядеть так, какие-то еще комментарии, вопросы, здесь, здесь, давай с себя начнем, давай с себя начнем, реклама, то есть, ну, они все могут узнать за моих услугах, как запустим будет реклама в этих общих, не будет ли это доминация какая-то именно, ну, вот это война, рекламная война, нет, не будет, потому что, как было указано, что в какой-то местности, ну, в каком-то совете территории, работают только те, ну, рабочие советы, которые были ратифицированы, и обычно, когда мы их ратифицируем, мы знаем, да, что мы ратифицируем в этом году, мы понимаем, кто это, потому что они себя презентуют вот в этом месте, это могут быть одни и те же, то есть, там магазин, который работает 20 лет уже, да, и нам не надо как бы о нем узнавать, но, как пишет Ханнель, что вместо того, чтобы были просто разные сайты, каждого предприятия, там, отдельно, ну, то есть у них могут быть свои сайты, но это не значит, что мы будем получать кучу флэеров о том, чтобы установить интернет, потому что мы будем знать, что там интернет выиграли, вот, там, две компании, которые, которым мы там доверяем, и эти будет общий сайт, типа, для потребителей, и Ханнель говорит, что это будет лучше, ну, то есть, что в условиях, когда потребитель вынужден не искать капиталиста, ну, или там, наоборот, капиталист его находит и навязывает какую-то услугу, а что когда у тебя есть сайт со всеми твоими возможностями, ну, то есть, есть такие-то, ну, вот, как сейчас тоже существуют вот эти базы, там, парикмахерских на районе, там, какие-то вот, ну, условно, сайты локального уровня, да, там, если вот кто живет в каких-то, ну, например, даже в Беларуси в районе, всегда есть там какая-то газета, да, которая, как бы, называется там, условно, рекламный Дзержинск, и там она раздается бесплатно, и там есть просто список, ну, в каждом месте, что есть, да, типа, как позвонить туда и прочее, потому что, ну, люди не, там не общаются по интернету, да, вот, и это что-то в этом роде, то есть, он говорит, что на сайте потребителей будет, рабочие коллективы будут предлагать, ну, размещать себя, ну, как бы каталогизироваться как-то, и там будет понятно, что, и вот есть такой телефон, вот такое-то люди производят, там, может быть, какой-то у них там тоже по отзывам можно сделать, ну, то есть, типа, какой-то рекламы, ну, это не будет соответствовать, соперничество, вот, поэтому, это, ну, нужно будет только для того, чтобы люди узнали, что такое существует, и что они могут, там, вот такие услуги, типа, получить, это может быть какая-то рассылка, ну, какого-то местного уровня, да, если там кто-то открывает новую услугу, там, парикмахерскую какую-нибудь, что вот она появилась, то есть, можно просто всем разослать о том, что вот на углу открылось то. могу я начать, да, я вам тоже хотел сказать про экономику дарения, для начала, тоже читал Гилбер Лоаса, и мне вот тоже нравится, получается, экономика дарения в том плане, когда это, как в работных обществах, ты бескрыстно взаёшь какие-то излишки своего труда, которые тебе некуда применить, когда это вот переходит, вот как правильно заметили, я думал покритиковать, а вы, ну, без критики это назвали кумовством, вот у меня лично это вызывает отпрощение, не знаю, может меня так травмировало постсоветское дообщество в детстве, но, мне кажется, что когда всё происходит на уровне такого кумовства, то это уже такая как токсичная следа, где какие-то личные обиды процветают, что вот мы ему там что-то подарили, куда-то там его устроили, он там ответ не ответил, это всё вот настолько мерзко и токсично, что капитализм западный в сравнении с этим кажется довольно здоровым обществом. Вот. Ну, это так, комментарий, вопрос у меня был, вот про коллективизм, получается, было много лекций, про нашу капитализм, экономика дарения чуть-чуть была, мне интересно, вот экономическая концепция нашего коммунизма, она в принципе так подробно не описана, что её, ну, на паре слайда поместили, или просто она где-то описана, но не влезла в данную лекцию? Не описана. Ну, её пробовал писать Карпоткин, типа, сто лет назад, на примере французской, по-моему, деревни и города, если я правильно помню, как они будут координироваться, и сколько они будут работать, и так далее, но все эти цифры устарели, и устарели, ну, типа, не устарела концепция, да, вот, но устарели, странно ссылаться, как бы, на эту книгу, учитывая то, что там за сто лет её, как бы, так и не применили нигде, в принципе, на таком, типа, супер большом уровне. Можно, например, смотреть на примеры каких-то сообществ, которые мы, например, на прошлой лекции обсуждали, да, на сапатистов и во время Испанской революции, как анархические коммуны жили, и смотреть, как это реализовывалось там, но нету какого-то вот очень подробно описанной модели, как это эскалируется на большее сообщество и на более длительные сроки пока что. Но вообще по анархической экономике довольно мало работ каких-то, я, по крайней мере, довольно мало знаю, вот, и возможно, потому что, ну вот, как говорил товарищ, это реально очень, ну вот, когда, например, мы обсуждали кооперативную экономику и ты упомянула заботу о детях, и сразу встают вопрос, как вообще будет реализована типа забота о детях, потому что экономика настолько все охватывает, что может быть сложно это описывать, вот, поэтому... да, я не встречала, по крайней мере. я за экономик, благодаря я сейчас буду наступаться, потому что я не знаю, как она работает, как система, мне это все, честно говоря, не представляется, что очень много факторов есть и так далее, но я знаю, как она работает, как прицеп, на личном примере. я как-то работала, ну, у меня был такой карьерный промежуток в косметике, ну, там такая рекламная, дурацкая косметика была, когда ездишь по домам и делаешь человеку процедуру на лицо косметическую, продаешь за бешеные деньги, такие, ну, как продаешь, что-то, все честно, рассказываешь, работать хочешь, покупаешь, ну, каиваешь. Я себе нашла врача, я себе нашла юриста, я себе нашла чего-то там, и все это совершенно не было похоже на кумовство. Такие ситуации были не только у меня, там, коллег, то время, какие же ситуации были, то есть, ты мне и о тебе, вот эта штука, она работает прекрасно на практике, и совершенно никто ни на кого не обижается, то есть, это может стать чем-то больше, мы, мы, в том же самом, а рекламе, вот этот его директор говорил, что будет сетевой маркетер. Будущее за вот такими вот услугами, которые один человек может, он куда-то ест, например, он так съест, он может тебя отрести, он оказал тебе услугу, то есть, не будет постоянной работы, по его мнению, в будущем, а будут вот такие вот услуги, которые люди будут оказывать друг другу. И вопрос у меня был, ну, второй. Ну, немножко. По поводу, специализации, то есть, если мы озадачиваем человеку разными работами, наверное, если это простая, то специальности-то можно, но если это, допустим, программист, то как ему давать разные задачи, непонятно. Потому что его специализация требует глубинных знаний, сложных действий и большого сосредоточения. то есть, если он опять не мультиплен, то его продуктивность падает, ну, такой фактор есть, отпустим. Или если это хирург? Или нет? Ну, предполагается, например, что три часа в день программист программирует, или там хирург пробует операции, а час в день, я не знаю, хирург убирает свое рабочее место, а программисты, я не знаю, какие можно такие, типа, низкоуровневые задания давать, но тоже там, они что-нибудь скучное делают. То есть, просто меньше низкоуровневые задания с этим, что-то делать и занять именно там. Ну, да, но мы предполагаем, что люди, в принципе, будут работать меньше в такой экономике, потому что многие, как бы, во-первых, мы уже сейчас могли бы работать меньше, как мы в лекции про капитализм обсуждали, но просто нельзя так делать, а то система вся разрушится. Во-вторых, многие профессии исчезнут, как вот, например, реклама, целый, типа, комплекс профессий, связанный там с продвижением. Как сейчас в России. Да. Может исчезнуть инстаграм-блогеры. Вот, поэтому, как бы, появится больше времени и, да, программисты там смогут какую-то часть своего рабочего дня уделять низкоуровневым задачам, не в ущерб там, своим профессиональным каким-то задачам. А насчет экономики дара я еще хотела добавить, например, Гребер в своей книге описывает разные примеры, и он обращает внимание на то, что экономика дара реализовывалась в обществах, где был высокий уровень, как бы, доверия между людьми и высокий уровень доверия обществу в целом, что, типа, люди чувствовали себя причастными к этому обществу, чувствовали себя частью какого-то комьюнити и знали, что в любой момент как бы им помогут какую-то их потребность закрыть. То есть, это была такая социальная норма, что твои потребности будут закрываться за счет вот других людей, за счет какого-то сообщества. И ты, соответственно, тоже закрываешь потребности других людей. А капитализм и, ну, даже не капитализм, Гребер пишет конкретно про деньги как типа средства там обмена или каких-то экономических операций появлялись, когда, например, ты взаимодействовал экономически с человеком не из твоего комьюнити, не из твоей деревни, например, да, и ты не знал этого человека, ты ему не доверял, поэтому деньги вводились как такой типа отчуждающий способ, да, экономически взаимодействовать с другими людьми и с другими сообществами. Поэтому в какой-то мере вот ты говорил, что типа капитализм не возлагает на тебя эту условно-ответственность, да, то есть в какой-то мере, да, в этом и есть роль, чтобы убрать, перенести как бы все это доверие или там социальную зависимость, которую мы должны защищать друг от друга, по идее, на какой-то обезличенный, да, предмет, деньги, вот. Но и на это с разной стороны можно смотреть. Можно смотреть это как на что-то удушающее, что как бы тебя напрягает, а можно это смотреть наоборот, как на встроенность просто в какое-то сообщество, на более близкие взаимодействия с людьми, как бы с более позитивной стороны на что-то. У меня был вопрос, собственно, он пришел ко мне, когда обсуждалась реклама в кооперативной экономике, то есть реклама не нужна, потому что конкуренции нет, так как у нас есть два ратифицированных условно интернет-провайдера, но это же означает, что конкуренция была на моменте ратификации интернет-провайдеров, то есть условно все равно эта кооперативная экономика в основе своей имеет конкуренцию на то, какие проекты будут расфицированы в ней. Ну, логично. Но, как бы, если мы говорим, что мы устраняем то, что мы сейчас называем в этом вопросе конкуренция, это значит, что мы должны запретить людям предлагать интернет-провайдинг, чтобы не было конкуренции. Ну, и то есть Ханнел говорит о том, что инновации нормально, новые типа идеи, круто. Критика старых неэффективных подходов, отлично. Ну, главное, просто подойдите к этому, как бы, настолько глубоко и понятно для людей, чтобы ну, и учтите все вот эти экономические штуки, чтобы люди за вами пошли. Ну, чтобы, типа, они поняли, что это действительно прикольнее, да. И, скорее всего, ну, как я предполагаю, да, как это часто сейчас есть, да, в каких-то таких низовых инициативах, что ты вместо того, чтобы сидеть и думать о том, что ой, какие тут вот плохие все, а сейчас я свое придумаю. Ты приходишь и говоришь, ребята, а давайте там вот так делать, да, то есть ты, как бы, можешь приходить пытаться влиять на то, что ты думаешь неэффективно. И если эти люди, как бы, какие-то закостенелые, там, старые закалки, там, интернет-провайдеры, которые не хотят вообще, там, менять, там, как бы оптоволокно на что-нибудь, не знаю, то, как бы, ты тогда говоришь, окей, я тогда выхожу со своим предложением. Вот, возвращаешься там поддержкой и все. Но если ты, как бы, ну, запретишь любое предложение, ну, потому что, как будто вот эта конкуренция, она формируется, сейчас она формируется желанием заработать, ну, или иногда люди говорят, что это желание решить чью-то проблему, да, ну, как бы, вот, как будто такая альтруистическая, скажем так, какая-то суть. Вот, но здесь это, ты не для зарабатывания, ты, типа, решаешь реально какую-то проблему, которая тебе кажется... У меня вопрос был не совсем про инновацию, а скорее про рыночный запрос, условный, и личные желания. То есть, например, у нас есть, ну, в нашем обществе нужно, там, три кипа булочных кооператива. А у нас есть пять кипа булочных кооперативов, которые хотят заниматься кипа булочными изделиями. Но при этом двум мы вынуждены отказать на условиях какой-то конкуренции, что они менее эффективны. То есть вопрос даже не в том, что они используют какие-то инновационные технологии, а в том, что, условно, они там меньше могут производить, у них меньше выкладка трудовая, то есть меньше производства в час. Это уже прямая конкуренция идет на то, сколько ты можешь производить. И, по сути, если ты можешь производить меньше, чем другой кооператив, то ты решаешься шансами на реализацию своего желания. Ну да. Я хотел сказать, вот еще заметить насчет иждивенцев, что эта система, когда как будто иждивенцев могут содержать только за счет излишка вот этих вот баллов, выработанных вот этого социального рейтинга, она подталкивает людей как бы еще и к конкуренции за рейтинг, потому что, если я, допустим, будучи человеком, который, ну, которому там достаточно какого-то среднего рейтинга, чтобы обеспечивать только свои потребности, буду при этом знать, что кто-то там вчера в моей экономии соседской получил травму, и теперь не сможет работать. Это как бы возлагает у меня моральную ответственность перерабатывать, чтобы делиться с ним баллами. То есть иждивенец как бы, ну, с одной стороны, это как будто выглядит справедливо, что это подталкивает к более обдуманному решению содержателей кого-то на иждивене, но с другой стороны, это ставит такие достаточно жесткие условия, что как будто бы, если нам нужно кого-то содержать, то нам обязательно нужно перерабатывать. И вот я еще подумал, как можно, допустим, внутри коммуны избежать конкуренции за ресурсы и перед какого-то избытка в частных, думаю, денег, что, вот мне кажется, это был от Олег Кропоткин, от Олег Мухчина, такая идея, что коммуна выступает за базовую экономическую единицу, то есть коммуна делает запрос к рабочим советам каким-то в своих обобщенных потребностях, а внутри коммуны существует вот такой более идеализированный вариант коммунизма, где уже каждый берет по своим потребностям, и там уже нет никакой рейтинговой системы, как бы вот внутри. У меня был вопрос, а почему вот остановились именно на этих трех моделях экономики, есть же еще, например, метеоризм, есть еще ряд тоже анартических таких вариантов экономики, которые вроде бы и не относятся напрямую к капиталистическим, то есть вот здесь изложены были именно такие левые, условно говоря, подходы. Есть право, это критиковались тоже на предыдущих лекциях, но есть что-то более центральное, мессорбизм более центральный, я могу еще, правда, интересную концепцию рассказать, если будет время, почему их не рассматривать. Ну, во-первых, потому что нам показалось, что важно, ну, был запрос, как будто на какое-то, на что-то, что было похоже на мою часть, где, типа, будет рассмотрено просто от нуля до ста процентов, как это будет по-другому выглядеть. И мне показалось, что, ну, в таком случае, ну, типа, я говорила, наверное, минут сорок-пятьдесят, мы не смогли бы, типа, сделать, например, по трем книгам вложить в один, скажем, да, в одно занятие. Второй момент, ну, например, я думаю, что это тоже, как это называется, субъективизм ведущих, ну, то есть, мы выбрали то, что нам нравится, вот, и об этом вам рассказали. Есть возможность прочитать про метеализм, ну, то есть, не то, что, и как бы, ну, для меня метеализм, я про него немного знаю, но из того, что я знаю, это просто, ну, да, типа, какая-то переходная, такая, какая-то, типа, на 50% не капитализм, но на 50% капитализм, и поэтому я не, ну, как будто это для меня не слишком радикально, чтобы я про это узнавала, и при том, это, типа, очень старая идея, которая, ну, наверное, не сильно получила распространение до сих пор, и вот. Вот. Ну, да, он был, он встретился на пару слайдов, в плане упоминания. Мне вот нравится идея, которую озвучивал Генри Джордж, американский, такой политик, писатель, но она нашла отражение в концепции джорджизма, в том числе, такая, такая подвигка, канарка джорджизма, которая подразумевает, что для воплощения этой концепции государство, в принципе, не обязательно, не нужно. Вот. И нам базируется эта концепция на том, что свободный рынок и вот эти все финансовые системы это, в принципе, не корень всех зоокапитализма, а корень всех зоокапитализма находится в том, что природные ресурсы, сама земля и вот все, что на ней находится, несправедливо поделено, и именно вот из-за этого возникает все это неравенство. И если мы, получается, сделаем землю всю и все природные ресурсы, добываемые на ней достоянием всей общественности, то мы, собственно, сможем остаться со свободным рынком на основе текущей системы финансовых взаимоотношений и лишить ее вот этой токсичности капитализма. И там приводятся способы, как Генри Джордж видел возможным уйти от этого общества, где люди владеют землей, где люди владеют природными богатствами изнанечна, и как это решит проблемы в своем обществе, как это позволит сделать безусловный базовый доход, как это позволит сделать здоровую рыночную экономику без таких мегакорпораций и так далее. Если кому интересно, нам стоит про джорджизм считать сегодня. Анархи-джорджизм это только потому, что это без государства. Просто анархизм это еще против капитализма. Всегда. Я понимаю, я понимаю, как-то джордж, он был тоже, ему не нравился текущий экспрессический спад, но он говорил, что все беды идут от аренды, от того, что мы должны платить за землю, мы должны платить за пользование ресурсов, что страну мы еще за воздух не платим. За землю платим, за воду в некоторых ситуациях платим, за воздух почему-то не платим, хотя бы не логично. Если довести капитализм до логического завершения... Ну да, то есть это можно, ну как бы выглядит это так, как будто можно теперь снизить издержки производства капиталиста, отминусовать у него за пользование землей и будет то же самое, нет? Он говорил, что вся земля должна находиться в коллективной собственности и все природные ресурсы внефт, газ, как выкачивает от этой земли, они должны за это платить единый налог, он должен идти на все общество. То есть вот если какой-то фонд общественного благосостояния, например, если мне нужен целый завод, я арендую вот по обществу территорию всего завода, я, например, еще выкачиваю природные ресурсы какой-то там, нефт там в рамках своего производства, я это все арендую обществу, я оплачиваю за это деньги в фонд общественного благосостояния по рыночной цене. А рыночная цена определяется тем, кто сколько готов подложить, чтобы занять эту территорию вместо меня и устроить там свое производство. И в итоге этот налог, он близится к 100%, то есть чуть меньше, чтобы было выгодно, но в идеале как можно ближе к 100% этот налог идет, и потом это просто все перераспределяется в безусловный базовый доход для всего общества. то есть любой потом общество получает какой-то безусловно базовый доход, на котором можно жить в принципе точно так же, как живут при анаркокоммунизме, когда базовых ресурсов всем хватает. Вот в этом я хочу ответить. Ну, вообще насчет различных ответвлений анаркокритализма есть достаточно развернута аргументация критики, ну так, если вкратце, да, даже если сделать равными пользования природными ресурсами и добавить еще сюда, что на мой взгляд важно, средства производства, то все равно при существовании эквивалентного бартера или даже денег существует вероятность накопления других произведенных ресурсов, которые тоже важны для существования людей, что может привести к накопительству и, например, созданию искусственно регулированного дефицита, когда, например, человек, который заработал больше каких-то ресурсов и он создает дефицит для того, чтобы обмениваться с другими людьми. Во-вторых, это создает предпосылки для наследования собственности и так далее. Но насчет наследования соглашуешь, это отдельная проблема, с которой стоит отдельно не то, чтобы прямо бороться, но решать ее отдельно. Я тоже не сторонник перегибов, которые в современном обществе есть с наследованием, хотя с другой стороны если исследовать либертарианскую идеологию, то трудно как-то это право исходя из нее ограничивать. Я не совсем согласен, что джирджизм это относится к НКаму, потому что сами правые нархисты, либертарианцы, они относят его к более левым течениям, и так, если посмотреть, что это где-то что-то центральное такое между НКамом и НКапом, где-то что-то посередине. По поводу того, что создаст дефицит ресурсов, там как раз таки не получится так, что он создастся, потому что по генре-джорджу к термину земля относятся все ресурсы, которые производятся из земли, и которые являются невозобновляемыми. То есть, если чего-то будет дефицит, то это будет дефицит продуктов твоего труда и результатов твоих услуг. Но по законам рынка, если продукты твоего труда в дефиците, значит, выгодно их производить и выгодно составлять тебе конкуренцию. Соответственно, у тебя сразу появятся конкуренты, эти продукты не будут дефицитом. А если это дефицит каких-то природных ресурсов, то это надо сразу жестко посякать, потому что герой-джорджу как раз таки с этим борется. Ну, опять же, долго можно дискутировать, но дефицитом может быть даже продукт интеллектуальной собственности. Если я изобрел какую-то уникальную формулу вакцины от СПИДа или от коронавируса, это тоже может быть дефицитным ресурсом. Согласен. Ну ладно, я не хочу углубляться, я хотел еще по поводу специализации ответить, что, опять же, это не моя идея, не помню, откуда подчеркнул, что тоже не стоит воспринимать вот эти предложенные схемы слишком жестко. То есть, если предположим, что вот мы общины, каждый из нас имеет какую-то специализацию свою профессиональную, и мы как общины решили, что врач, хирург, высококлассный должен максимум своего рабочего времени выделять хирургии, потому что есть на это спрос, и потому что только он этим может заниматься, и это очень важно. Пускай он это делает, а мы за него возьмем те 3 часа в неделю, которые он должен был мыть полы, и разделим между собой будем на 15 минут дольше каждый из нас мыть полы. это достаточно гибкая система совмещения профессиональных обязанностей, общественных работ, хобби образовательных, воспитальностей, обязанностей и так далее. еще, если у кого-то есть одно какое-нибудь мнение? у меня скорее как излечнение и сравнение с ответом принципиальности, ну и обслуженности, что это как когда что-то происходит, то есть допустим, что сейчас в Украине происходит, и многие хотят помогать и готовы изжертвовать свои вещами, если они не чувствуют, что они что-то теряют, они чувствуют, что они кому-то помогают, то есть они чувствуют, что они приносят какую-то пользу для себя. У меня такое с ковидом было, когда ковид типа вошел, и как люди включились во все процессы, в плане там, сшивы СИЗов, кто-то что-то приносил, кто-то что-то возил, и никто не чувствовал себя очень мёрным, я не знаю, то есть людям приятно было делать, во благо, во имя общества, я не знаю. У меня может мелкое замечание по поводу самой первой подробно рассмотренной экономической системы коллективистской, там одновременно произвещают два противоположных тезиса, с одной стороны, что коллективная интуиция будет решать, кто хорошо трудился, кто плохо, а с другой стороны, что какие-то эксперты по экономике будут решать, как куда-нибудь двигать плановую экономику. Мне кажется, что оба этих тезиса, они такие немножко неверные, потому что, с одной стороны, уже наукой доказана ошибочность коллективных, таких интуитивных, как нам кажется, осуждений, потому что масса толпа у нас плавно заблуждаться, в общем-то. С другой стороны, современные экономисты, если спросить, ни один из них толком не понимает, как функционирует экономика, потому что она слишком сложна для отдельного экономиста. И то, что какие-то маленькие группы экономиков смогут экономистов собраться и решить, куда двигаться в свою экономическую систему, это кажется очень фантастическим. мне кажется, немного, может, я неплохо объяснила, но ты про координационный совет вот этот сейчас, они не двигают никуда экономику, они просто предлагают и корректируют ориентировочные цены. Все. Они предлагают экономические типа показатели, которые могут брать для себя, для формирования формулы, потребители и рабочие советы. И у них там условно выскакивает только как бы завышение или там занижение каких-то показателей, исходя из этих предложений, которые они поступили, запросов там на такие товары или предложений на производство. И как бы все итерации идут обратно в кооперативы либо потреб кооперативы, либо рабочие. То есть они вообще не решают это на глобальном уровне, именно поэтому он называет это партисципативным, то есть массовое индивидуальное участие. И он говорит о том, что как раз-таки нужно думать о том, чтобы это не выглядело, во-первых, как централизованное типа что-то, что думает за тебя и знает как лучше, а второе, чтобы это не превращалось в бесконечную череду во-первых, каких-то слоев, где тебе надо каких-то делегатов очень отчужденных от тебя куда-то посылать, либо тебе надо постоянно, бесконечно быть на каких-то собраниях, чтобы обсуждать ну, как бы вот эти предложения. И он говорит о том, что на собрании, точнее, собрании для индивидуальных планов вообще не надо, потому что ты его делаешь от себя. Собрания могут быть только у рабочих кооперативов, но это и так часть их работы, это их рабочее время, они не делают это дополнительно. И поэтому он говорит, что как бы это, почему нужно это все минимизировать, максимально как бы спускать это вниз, чтобы не было представительской штуки, хотя иногда нам придется это делать, но если она выродится в такую, как он говорит, демократия, демократия коммуникабельных, что-то в этом роде, а, диктатура, dictatorship of the showshable, да, то есть тех, кто любит собрания, кто любит вот это вот все движение, выезжать делегатами там постоянно, то есть, ну, часть людей это любит, часть ненавидит. И как бы люди, которым будет все время надо, ну, то есть есть всегда люди, которые не ходят на собрания, потому что им там это неинтересно и надоело, да, или, а есть люди, которые всегда приходят, потому что вот они самые активисты, и вот он говорит, что такой диктатуры мы должны избегать, чтобы, и поэтому надо как бы людей, им показывать, что от тебя вот твое будет зависеть, не кто-то там за тебя поедет, вот, и что касается рейтинга, так рейтинг тоже не какая-то, ты говоришь, масса толпа, это не масса толпа, решает, решает вот этот комитет рейтинговый, да, то есть, который выбран и ротируется из людей, и они могут сами решать, то есть, понятно, что если это завод на тысячу человек, комитет из десяти, не знает про каждого, как, сколько он там усердствовал, они, естественно, тогда выберут, ага, ну, тогда мы поговорим с его там коллегой по станку, ну, там, спросим как-то, получим информацию в каком-то виде, и потом ее как бы представим статистически, то есть, это скорее вот, как бы, если там человек будет не согласен, да, он может как бы это с ними там осудить, например. Можно ответить на то, что? Мой, как бы, поинт был в том, что рынок, вот именно, я не люблю капитализм, но, в принципе, мне нравится рынок, как сложная такая саморегулирующаяся система, ну, насколько у меня выглядит, и у меня есть большие сомнения в том, насколько люди способны его заменить в плане того, что они могут принимать решения между него интуитивно, как коллективная какая-то интуиция, либо сознательно, там, на уровне специалистов в результате каких-то расчетов, то есть, мне кажется, что ни логически, ни рационально какие-то конкретные люди не смогут заменить такую большую сложную саморегулирующуюся систему, и это немножко косвенно доказывает с такими примерами, что, например, люди, они очень плохие в взаимодействии с такими системами, например, есть очень известный факт, что человек не может сгенерировать надежно какую-то энтропию, какой-то там сложный, действительно случайный пароль и так далее, потому что люди очень предсказуемы и ограничены, вот если касается сделок сложных систем, и насколько вот конкретные решения людей там подсознательные и сознательные смогут заменить вот эту саморегулирующую систему рынка вот эту большую оплату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok